У нас сегодня лекция, она традиционно, ну как традиционно, вот человек, что такое, давай скорее, бегом, давайте еще раз начнем, в общем, у нас эта лекция, она такая традиционно экспериментальная, ну как традиционно, всего один семестр так, но в общем мы на ней обычно рассказываем такой достаточно новый материал, который готовим сегодня же, вот, и в общем рассказываем про такие новые прям модные молодежные штучки, которые есть во фронтенде с точки зрения, ну разработки, соответственно по этой лекции как бы домашнее задание не будет обязательного, вот, будет домашнее задание на доп. баллы, вот, но о нем мы чуть позже, вот, поэтому можно просто немножко расслабиться и посмотреть вообще как еще можно разрабатывать SPA, то есть весь наш курс он про разработку веб-приложений, про разработку сингл-пэйдж веб-приложений, соответственно мы вас учили каким-то подходом, сначала более простым, потом чуть более сложным, вот сегодня самые крутые, самые интересные из них, надеюсь вам будет интересно. Немножечко истории, как вообще разрабатывали веб раньше, то есть вернемся в далекий-далекий 2007 год и все сайты раньше были в jQuery style, то есть был один тег-скрипт или парочка тегов скрипт и там с помощью какой-нибудь лебы навешивались обработчики на какие-нибудь формочки, что-нибудь, какой-нибудь слайдер куда-нибудь бы сдвигался, в общем ничего особенного. В чем минус этого подхода? Такой способ удобен для украшения сайта, для добавления какого-то, ну, количества динамики, например, какого-нибудь там сабмита форм, чего-нибудь такого, но не для разработки крупных веб-приложений. Почему? Потому что крупные веб-приложения, ну, если разрабатывать сайт таким образом, то в итоге это будет тег-скрипт на 2000, на 3000, на 10 тысяч строк и разбираться в этом будет совершенно неудобно. Ну, в общем, зачем я буду вам повторять все это второй раз? Мы минусы такого подхода рассказывали и раньше. Вот. Поэтому вот этот способ, он подходит для определенного типа сайтов, но не для крупных веб-приложений. Что появилось дальше? Дальше появилась такая вещь, как MVC. Точнее, она была и раньше, но с появлением новых фреймворков, таких как Backbone, Ember, JS, прочее, MVC добавился во фронт-энд. И, по сути, что такое MVC? Это способ разделять логику от представления. То есть мы берем весь наш код и делим его на два больших куска кода. Один кусок кода отличает за логику, другой отвечает за представление. Но выглядит это примерно таким образом, но проблема в том, что каждый понимал его по-своему. Не было четкого подхода именно к этой декомпозиции, то есть к тому, как именно все-таки это стоит делать. Много вопросов, как поступать со сложными моделями. То есть если у нас в нашем приложении используется какая-нибудь очень сложная модель с множеством полей, которую нельзя как-то разбить логичным образом на более простые. Ну, невозможно. Как разбивать большие вью на части? То есть у нас есть большая часть приложения, на которой очень много контролов, например. И как делить ее на эти вьюхи? У нас есть вьюхи в MVC, но как получать какая-то большая вьюха? Тоже неудобно. Кто должен отвечать за функциональность? То есть какая-то часть кода вынесена в модели, какая-то часть кода вынесена во вьюхи, какая-то часть кода в контроллерах, и как это все вместе взаимодействовать должно, тоже не очень ясно. Нет четких правил, как это делать. И поэтому есть хорошие реализации MVC, есть плохие реализации MVC. И в целом это все такой живой, скажем так, подход. Но хотелось бы, хотелось бы как-то более удобно. Вот. Соответственно, то, чему мы вас учим в основном, это компонентный подход. Он проходит через все наши лекции, от второй до самой последней. Смысл в том, чтобы разделять приложение на независимые, слабосвязанные, переиспользуемые компоненты. То есть ключевые слова, слабые связи и декомпозиция. Но компонентный подход — это про то, как бить приложение на компоненты более детально. Про это. Соответственно, при обычном подходе, если нам нужно показать какой-то список, допустим, адресную книгу, то мы заводим какой-то адрес-буквью, и, соответственно, вся адресная книга, она рендерится в пределах этой вьюхи. Так вот, компонентным подходом мы заводим отдельные компоненты для адреса, отдельные компоненты для списка, и с помощью композиции их соединяем. Компоненты, что самое главное, могут быть достаточно сложны внутри. Но ключевой критерий, который позволяет отличить плохой компонент от хорошего, они должны быть просты для использования снаружи. То есть внутри компонентов может быть любая достаточно сложная логика, но внаружу не должно торчать вообще ничего, либо какие-то пару методов API, но они должны быть легко для использования. То есть четкая инструкция. Если хочешь, чтобы внутри произошла магия, снаружи дерни вот эту функцию. Соответственно, можно в обычном подходе все наше приложение выглядит каким-то таким образом. У нас есть Windows, у нас есть какая-то форма, какая-то панель кнопочек. Это все какое-то количество вьюх, но они все друг с другом связаны, они друг от друга зависят. Соответственно, в компонентном подходе можно сделать компонент формы, компонент поля, компонент button panel, их вместе собрать. И вот если в этом подходе форма знает о том, какие у нее поля, ну, нарисовано так, что внутри формы поля, то здесь выглядит так, что форма использует какие-то поля, но не знает о том, что там внутри ник. То есть форма занимается своей кусочком логики, что, ну, по сути, у формы должен быть метод onSubmit и метод какой-то reset, который позволяет сбросить те поля формы. У какого-то филда есть свои какие-то методы, например, если это филд дропдаун, то там внутри дропдауна описано, как он должен раскрываться-скрываться. Если это филд чекбокса, то внутри должно быть описано, как поставить эту галочку или снять, но форма не должна об этом всем знать. Соответственно, очень важная идея, которая, возможно, новая в нашем курсе, которая раньше не звучала, что компонентом может быть вообще все, что угодно, что выполняет какую-то функцию в вашем приложении. В этой связи компоненты обычно делят на два типа. Это dummy компоненты и smart компоненты. dummy компоненты — это компоненты, которые либо вообще не содержат никакой логики, но просто визуальные компоненты именно с точки зрения верстки, либо содержат логику, которая глубоко инкапсулирована внутри компонента, то есть которая снаружи вообще не смотрит. Например, компонент текст. Если нам нужно на странице показать какой-то текст, то мы делаем компонент текст, там внутри у него заданы какие-то стили, но по сути это отдельный компонент, и можно его использовать. Компонент ссылка, компонент чекбокс. Или, например, посложнее. Можно создать компонент выезжающий меню. Очевидно, что там уже более сложно внутри все происходит, то есть должно быть какое-то затемнение экрана, когда он выезжает, должна какая-то кнопка закрыть. Внутри выезжающего меню должны быть какие-то другие компоненты расположены, но по сути внутри он, ну, снаружи он очень простой. У него есть метод открыть, метод закрыть. Все, больше ничего нет. Компонент роутер. Сейчас у нас роутеры вынесены в отдельные модули, и мы их как-то по-хитрому настраиваем, но по сути же это может быть просто отдельный компонент. Мы ему передаем конфиг какой-то, какие другие компоненты показывать при разных роутах. Внутри себя он это все матчет, а снаружи просто у него какая-то одна функция типа старт. Вот. Это дами-компоненты. Это компоненты, которые используются как конструктор нашего приложения. То есть вот такие компоненты должны быть легко переиспользуемы, потому что они не зависят от других компонентов. Ну, про это мы рассказывали на лекции про архитектуру. Так вот, для связи всех этих компонентов можно делать смарт-компоненты. Компоненты, которые управляют множеством других компонентов и содержат в себе бизнес-логику и хранят какое-то состояние. То есть компоненты простые, которые используются как конструктор, и компоненты сложные, которые управляют этими простыми компонентами. Например, компонент форма входа, то есть не какая-то абстрактная форма, а именно конкретная форма входа, которая внутри себя описывает, как эту форму засобмитить, внутри себя описывает правила валидации, использует простые компоненты для отображения самой формы и представляет какой-то кусок бизнес-логики вашего приложения. Или, например, компонент все приложение, то есть все ваше приложение, это по сути тоже большой компонент. Вот. У него есть тоже свои какие-то методы, например, запустить это приложение, остановить это приложение. И вот таким образом это все можно разделять. Пример дамик компонента очень простой. То есть есть какой-то конструктор, есть метод setText, и метод tmpl, который рендерит этот шаблон. Ну, вроде не очень сложно. Соответственно, если мы хотим поменять этот текстик, то мы просто вызываем setText, и он внутри, в вызове этого метода, снова обновляет HTML какого-то компонента. Соответственно, пример смарт-компонента — это счетчик, то есть компонент, который через одну секунду увеличивает свое число на единичку. То есть все то же самое. У нас есть текст-компонент, он использует текст-компонент внутри, но содержит какую-то логику. И в setInterval мы увеличиваем thisCount на единичку, делаем thisText, и вы не рождите, мы присваиваем текущий шаблон. А в чем разница между этим и этим компонентом? По сути, они оба, этот даже больше строк содержит, в нем 13 строк, а в этом всего 2, даже еще... Так, стоп. А, это кусочек, я забыл. Короче, thisTmpl выглядит теперь таким образом. Мы рендерим какой-то заголовочек, и внутри этого HTML рендерим другой, ну, HTML под компонента. То есть здесь мы рендерим HTML, ну, типичный, обычный компонент, а здесь в HTML мы используем вот функцию TMPL вот этого компонента. То есть смарт-компонент использует dummy-компонент. А почему это смарт-компонент, хотя, по сути, как бы он тоже достаточно простой? Потому что если мы захотим сделать счетчик, который считает не раз в одну секунду, а раз в две секунды, то нам надо будет копировать этот компонент и создавать второй, потому что здесь вот это число строго захарткожено. То есть вот эта логика, она спрятана внутри, и она как бы, ну, типа не кастомизирована. Поэтому она может использоваться, этот компонент, только вот в конкретном месте, где нужен конкретно этот счетчик раз в одну секунду. Можно из этого компонента сделать dummy-компонент, например, вынести эту цифру в, ну, передавая эту цифру в конструкторе. Тогда он внутри будет простой, у него будет какой-то метод управления, можем его использовать в других местах, просто вот в конструкторе задавая чистоту, с которой он будет изменяться. Соответственно, архитектура нашего приложения может выглядеть каким-то таким образом. У нас есть какой-то компонент app, это смарт-компонент. Он использует внутри себя компонент роутер, который dummy. Почему dummy? Потому что мы его можем переиспользовать. У него есть конфиг, мы можем его настроить, но внутри себя он выполняет какую-то функцию, которая, ну, от приложения к приложению не изменяется. Соответственно, в зависимости от роутера у нас может открываться либо этот компонент, либо этот. Здесь используются какие-то компоненты. В общем, вот такая вот история, что наше приложение становится иерархичным. Но теперь понятно, что мы не просто бьем на какие-то вьюхи. Если в MVC вот это была бы одна вьюха, и вот это была бы одна вьюха, и они были бы большие. А вот в таком компонентном подходе это все различные классы, это все различные модули, и они, ну, чуть-чуть меньше, возможно, становятся. Вот. Соответственно, как реализовать вот наивно эти все компоненты? То, как у вас сейчас сделано, плюс-минус. У нас есть какой-то модуль, который содержит в себе стили этого компонента. Файл функций с шаблоном и класс, который всем этим управляет. То есть style, css, tmpl.pack и какой-то модуль .js. Вот это все вместе, вот эта папочка, это один компонент. Соответственно, экземпляр компонента мы его создаем с помощью new. У него есть какое-то состояние, там мы передаем какие-то переменные, которые используются при функционировании компонента. Во время рендера есть какая-то функция render, которая вызывает функцию шаблонизатора, получает html строчку и вставляет ее через new html куда-то там в, ну, вкус, в элемент дома. Соответственно, при изменении состояния компонента выполняется его ререндер. То есть мы полностью его ререндерим. Соответственно, если нам нужно отрисовать новую таблицу лидеров, то мы заново вызываем функцию tmpl, заново получаем строчку с шаблоном. И заново вставляем ее в дом. Вот. Это все то, как у вас сейчас это реализовано, но это вот именно с точки зрения компонентного подхода. Давайте Артур продемонстрирует вам, как это может выглядеть. Я тут немножечко ему отдам микрофончик. Вот. Сам поставить. Толик скидывал вам ссылочку на пример этого приложения. на самом деле, который я сейчас буду показывать. Поднимите руку, кто видел приложение и успел поковыряться с ним чуть-чуть. Отлично. Ну, большинство нет. Обновим воспоминания. Значит, это обычное SPA-приложение. Сейчас покажу, как оно выглядит. Точнее, нет. Сначала посмотрим на код. Я использовал Webpack для того, чтобы собрать это приложение. Плюс я использовал DevServer для того, чтобы… Видно, надеюсь. Плюс я использовал DevServer, чтобы не писать свой сервер на ноде для скорости. Все это запускается так же, как ваше приложение. Просто запускаем PM Start. И у нас открывается приложенька. Приложенька – это адресная книга, куда можно добавлять контакты. Вот я уже забил контакты всех наших преподавателей. Правда, они липовые, можете особо не списывать. Можно добавить новый контактик. Вот работает. Можно стереть кому-нибудь фамилию. Вот, все работает. Ну, это обычное SPA-приложение. Никуда не переходим, все на одной странице. Красивенько. Я использовал Bootstrap, чтобы не писать свой CSS. В моем приложении нет CSS. Только JS. Точнее TypeScript. Весь проект написан на TypeScript. Также есть конфиг TypeScript обычный. Ну, сама структура проекта состоит из нескольких папочек важных. Во-первых, есть модель, которая отвечает за хранение всех наших данных и состояние всего приложения. Я использую Local Storage, чтобы сохранять данные. То есть у меня нету бэкэнда. Просто все в Local Storage хранится. Вот сейчас я здесь поредактировал немножко. Если обновить, все остается, потому что в Local Storage лежит. Это моделька. Я сегодня не буду ее править почти совсем. Дальше здесь папочка с фреймворком. Здесь остались файлики. По сути, здесь сейчас используется только файл компонент. Это что такое фреймворк в здешнем понимании? По сути, это просто блок, который у вас у всех есть. Он умеет… Это базовый блок, базовый компонент, с помощью которого можно строить приложение. То есть здесь только вьюшная часть. Что он умеет делать? У него есть метод основной renderTo, в который мы передаем дом элемент, куда отрендерится. Дальше мы рендерим наш шаблон, из которого мы ожидаем, что вернется строка. Ну все, как показывал Толик в примере. Дальше мы этот полученный HTML забираем, сохраняем как наш корневой элемент и всякие триггерим события, чтобы можно было навесить события уже в наших конкретных компонентах. Также есть methodUpdate, который наш renderTo перезапускает, чтобы обновить вьюху. То есть мы не руками будем что-то править в доме, а если у нас что-то изменилось, мы возьмем просто всю вьюху и перерендерим. Ну также у нас тут есть всякие классики, вот самые важные нам всякие свойства. Самый важный нам рендер, который мы должны переопределить и вернуть строку. Ну а также вспомогательный метод, чтобы генерировать события, на чем будет построено приложение. Дальше. Что? Собственно все приложение это по сути вот эти четыре компонента. Если открыть еще раз приложение, здесь видно есть по сути на самом деле две части. Есть часть, которая отвечает за отображение списка контактов. Это соответственно в приложении будет контакт, компонент. Это просто табличка, и здесь есть кнопочка. Также в правой части находится инструкция, как пользоваться, и когда мы выбираем какой-нибудь контакт, у нас открывается форма редактирования. Это соответственно компоненты help и компоненты edit. И все это вместе у нас собрано с помощью компонента app, с которого мы начинаем наше приложение. Ну а точка входа в ипака находится в индексе, в индекс.ts. Перестала закрываться эта штука. В индексе.ts здесь все просто. Мы просто создаем наш компонент app и рендерим его в заранее созданный нами элемент root. Давайте посмотрим сначала app, что там внутри. В аппе у нас обязательно шаблон рендера, как мы рендерим наш компонент. Здесь мы, по сути, рендерим div, в котором все будет написано, рендерим название. И подготавливаем два места, куда мы будем дальше вставлять наши подкомпоненты. Также мы загружаем наши данные в встроенном метан-модель. Не будем разбираться, как она работает. Просто работает. Кому интересно, я бы вот это уже посмотрел. Дальше мы для удовольствия себе сделали два гетера. Один, который нам найдет вот этот элемент. Другой, который найдет этот элемент, чтобы просто поменьше писать кода ниже. Затем, когда наша вьюха отрендерится, мы навесим события на наш элемент. События у нас бывают три всего. У нас бывают события, когда пользователь нажал на кнопочку добавить. Мы реагируем на это отображаемую форму ввода нового контакта. Также у нас есть события edit, соответственно, которые срабатывают, когда мы хотим что-то отредактировать. И, наконец, когда редактирование закончено, нам посылается событие close form. И мы прячем нашу форму. Она может закрыться, если мы поменяем, сохраним. У нас открывается help. Вот мы здесь подписываемся на это событие. Также вначале мы показываем пользователю список контактов и показываем ему инструкцию по использованию. Эти два метода работают следующим образом. Показ контактов мы просто создаем вьюху и рендерим ее в нужный нам элемент. С help тоже самое. С редактированием чуть сложнее. Мы там создаем модель, передаем ее во вьюху, ну и тоже рендерим в элемент. Не особо сложнее. Ну и обработчики событий. Соответственно, когда нас просят добавить новое, мы открываем форму редактирования с новым элементом. Когда нам нужно отредактировать существующий, мы принимаем его через событие, показываем help и submit. Submit это вообще не нужно уже. Все, здесь мы показываем help. Можно? Да. Где мы эти события задаем? То есть нужно не подписаться, а где мы не задаем? Мы подписываемся на корневом элементе нашего приложения, и мы ожидаем, что эти события будут нам всплывать сниже стоящих элементов. В доме есть всплытие событий, и они будут всплывать. Сейчас посмотрим, где они возникают. Единственное, что я хотел здесь еще показать. А, да, вот. Здесь мы обработчики прокидываем, чтобы не париться с нашим zys. Поэтому мы используем здесь стрелочные функции. Это общепринятая практика, многие так делают. Посмотрим, что дальше в других компонентах. Например, самый простой help. Там просто верстка, инструкции, она тупо рендерится, и в ней есть кнопочка, которая будет вызывать нам добавление нового контакта. Это кнопочка, на самом деле, ссылочка, и у нее есть вот здесь вот специальный атрибут data name, по которому мы ее находим и навешиваем в рабочих non-click. Ну, все так же просто, как и в корневом компоненте. События, кстати, да, я не сказал. Просто здесь есть один файлик с константами, он лежит в корне. Здесь просто, чтобы не использовать магистрический констант каких-то, не путаться постоянно с названием событий, и просто константы, чтобы точно знать, какие события в приложении есть. Вот. В редактировании чуть посложнее. Там у нас, во-первых, есть вариант, когда у нас модель новая. Это значит, что мы создаем новый контакт. Если нет, то мы показываем пользователь редактирования и в сноске показываем, какой контакт мы редактируем. Вот здесь вот. Дальше есть форма, обычная форма, в которой есть несколько полей. Здесь на самом деле так много всяких классов и верстки. Из-за того, что я использовал Bootstrap, он там требует нескольких классов передач, чтобы это все красивенько выглядело. Вот. По сути, вот у нас раз input, два input. Первого input есть name. Он называется name. Туда мы передаем наше значение из модели. Здесь мы передаем номер телефона для ввода номера телефона. Значение мы забираем из нашей модели, которую мы получаем на входе в конструкторе. Дальше у нас есть несколько событий здесь тоже. Когда форма отрисовывается, мы подписываемся на submit формы и на клик по кнопке cancel. На cancel мы, соответственно, генерируем одно событие, на submit другое. Точно так же есть гейтеры, чтобы попроще без query-селекторов это делать. Ну, чтобы поменьше. Все максимально просто. На submit мы что делаем? Мы забираем из формы все наши значения и записываем им их в модель. Затем дергаем метод save нашей модели, который сохранит ее в local storage и стригерит событие наверх о том, что модель обновилась, и все вьюхи отреагируют. То есть мы здесь таким образом через модель мы можем управлять тем, что происходит слева. Например, мы отредактировали, сохранили, и здесь сразу же автоматически поменялось за счет того, за счет того, что… сейчас покажу за счет чего. Вот у нас список контактов. И здесь мы, когда впервые рендерим нашу вьюху, есть специальный ивент, мы подписываемся на события обновлений и перерендериваем вьюху тем самым методом, который я показывал в начале, который просто обновит то, что находится. Вот, что еще есть в списке контактов? Ну, сама таблица. Также тут на самом деле не видно, но здесь есть небольшой хак, чтобы показывать. Когда у нас нет совсем контактов, у нас будет выводиться тоже красивенькая строчка, что у нас нет контактов. Сейчас у меня контакты есть, так что этого не выводится. Вот. Также немножко замороченно сделано то, что мы отрисовываем наш список. То есть мы здесь не создаем отдельный компонент, отдельную вьюху на каждую строчку, а мы просто проходимся по массиву всех наших контактов и с помощью мапа создаем наш HTML с помощью template string. Вот. Такое представленное приложение. Какие минусы здесь есть? Как я сказал, когда мы обновляем здесь что-то, давайте Анатолия поправим. Когда мы что-то обновляем, у нас перерендеривается весь вот этот блок. Хотя мы поправили всего одну строчку. Не-не-не, не начал эту часть. Вот, я просто... Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. Все замечательно в этом приложении, нет никаких проблем. Вопросы есть какие-нибудь по этой части? А можно дергать, где функционердер называется, на подписку, например, вот здесь автодейт, на что автодейт можно реализовать? А, я показывал в самом начале. Мы просто дергаем наш рендертул с текущим элементом. Мы смотрим, где мы отрендерили нашу вьюху и дергаем рендер заново. По сути, мы просто возьмем и перетрем весь innerHTML внутри элемента. А это нестандартные события. Вот то, что я использовал, это нестандартные события. Вот они. Это события add new, edit и close form. В доме нет таких событий. Ни одного из этих нет таких событий. Как это работает? Я подробно не буду рассказывать, это можно загуглить. Но работает это так. Здесь у нас есть в компоненте метод, несколько строчек. Мы берем наш дом элемент, используем стандартный дом метод для диспатч-эвента. И создаем там, есть специальный как раз для этого класса предназначенный, custom event. Имя мы задаем вот здесь. В custom event первым аргументом вторым. Мы передаем все, что в нем внутри содержится. Также указываем, чтобы оно всплывало наверх. За счет этого у нас работает вся архитектура. Мы нижний уровень генерируем события. Вверх они всплывают, мы их перехватываем и что-то делаем. А то, что там, вот, detail, примеры, что? Detail, это у нас используется только для одного-единственного. Это у нас, когда генерится событие, да, кстати, не показал. Когда у нас генерится событие edit, где это, это не тот, вот, контакт. В списке контактов, когда мы трендериваемся, мы пробегаемся по всем нашим строчечкам. Строчки мы находимся с помощью вот этого атрибута, который раздается вот здесь. Когда мы генерим каждую строчку, мы прячем вот здесь в каждой строке таблицы ID-шник нашей модели. И затем мы пробегаемся по всем этим дата-атрибутам с помощью querySelectRoll после рендера. Достаем этот ID-шник. Затем обращаемся к модели, просим настоящую модель по этому ID-шнику. И затем подписываемся на клик по этой строчке, то есть вот по строчке можно кликать, и мы переключаем. Вот, мы подписываемся на клик по этим строчкам и сюда передаем эту модель, которую мы достали. Вот, это и есть, которую мы используем. Вот мы handle click, передаем ее. Упс. Это хороший вопрос, да. Здесь нет ни одной отписки от событий. От событий это сделано умышленно для того, чтобы не перегружать этот пример. И на самом деле это как бы еще один недостаток этого примера, но про недостатки и потом. Здесь в принципе все. То есть вопросы, может быть, еще какие-то. Вопросы? Вопросы? Где-то, не знаю, часа три. А где-то, если не меньше? Что, слишком много? Мало? Меня мало. Ну, в том плане, что я не написал, я не знаю. Нет. Я написал. А? Я написал. Нет, ну это простое приложение. Я специально здесь опустил многие моменты, вроде отписки от событий. Естественно, например, здесь можно добавлять контакты, но нельзя удалять контакты. Это, конечно, фигово для адресной книги, но для примера сойдет. Будет модель с пустыми полями, я думаю. Вот. Но ее можно будет отредактировать и исправить ситуацию. Вот. В принципе, она даже работает. Что, включить? Что там кнопочка какая? F. F? Просто F. У нас такой, туда-сюда, в общем. Экспериментируем. Да, новый формат. В общем, можешь вернуться еще раз назад? И на приложение? А. На код. А, это, наверное, на код. Не, не, не на приложение, а на код. Да, вот сюда. И открыть файловую структуру, файлики все. Вот, то есть, смотрите. Вот в чем отличие компонентного подхода от MVC? В том, что у нас нету здесь каких-то там, ну, есть немножко моделей, но это просто классы, которые умеют сохранять что-то там, фетчить. Ну, в общем, такое вот, понятное дело. Но нету различных view, нету различных модулей, компонентов. Все это, все это, это компоненты, которые наследуются до одного класса. Вот. То есть, app, все приложение, это просто компонент. Он внутри себя что-то рендерит. А какой-то обычный маленький компонент help. Ну, это, по сути, дамя компонент, который рендерит about. И имеет одну кнопочку. Хотя не сказал бы, что он прям даме. Вот. И, то есть, мы не задумываемся о тем, что вьюха, а что блок, а что компонент, а что еще что-нибудь. Все это, все компоненты, они все наследуются от одного суперкласса. И просто, ну, разную логику в себе содержат или не содержат. Вот именно вот такое вот небольшое отличие от обычного MVC, которое у большинства из вас в приложениях есть сейчас. Просто как по-другому можно структурировать ваш код. Ладно, давай на лекцию. В другую сторону, по-моему. Вот. Соответственно, в чем недостатки такого подхода? То есть, именно вот недостатки вот такой реализации компонентов, когда мы на каждую чих просто вызываем ререндер. То есть, у нас добавился новый компонент, условно говоря, да? Новый элемент в адресной книге. А мы просто берем и всю эту таблицу заново перерендериваем. Так вот, недостатков много. Во-первых, много шаблонного кода. То есть, мы в каждом компоненте подписывались на одни и те же события. В каждой компоненте что-то там сетили. В каждой компоненте при изменениях вызывали одну и ту же функцию рендера. И, соответственно, чем больше у нас компонентов, тем больше раз придется это все повторить. Это не очень удобно. При изменении одного единственного свойства происходит полная перерисовка компонентов. Это сейчас у нас пять элементов в адресной книге. Представьте, если бы их было тысяча штук. Соответственно, полностью пересылать всю эту таблицу из тысячи строк, это очень долго было бы даже на мощном макбуке, как вот у Артура, не говоря уже о маленьком андроиде пятом, условно говоря. Вот. Много лишних операций с рендером DOM и, как следствие, низкая производительность в ее приложении. Соответственно, у нас просто четыре компонента, десять тегов. Но обычно в сложных приложениях их намного больше. И, соответственно, это все начинает жутко лагать. Особенно, когда мы там изменили что-то внутри, один маленький элементик. А внезапно там что-то произошло не так, и у нас все приложение начало перерендериваться, все очень плохо стало. Короче, грусть-тоска. В общем, недостатки есть. И хорошо, что есть подходы и способы, которые позволяют немножечко уменьшить эти недостатки. А как можно этого избежать? Самая простая идея – это при изменениях state перерисовывать только то, что действительно необходимо. Логично не перерисовывать всю таблицу, а добавлять одну строчку. Не перерисовывать всю таблицу, а менять, условно говоря, номер телефона в какой-то ячейке. И все. Соответственно, как это сделать? Есть такая вещь, называется связывание данных. Это одна такая, скажем так, концепция, которая используется в разработке ПО. По сути, это процесс, который устанавливает соединение между UI-приложением бизнес-логикой. У нас есть какая-то модель, список контактов. У нас есть отображение этой модели. Это табличка с юзерами. Соответственно, способ связать эти две вещи вместе, это именно вот эту вещь называют связывание данных или дата-биддингом. Различают также одностороннее, двустороннее связывание данных. То есть это либо у нас данные связываются только из модели в UI, либо и туда, и обратно. То есть, условно говоря, мы меняем что-то в текстовом поле, а у нас рядышком этой табличке в режиме онлайн, прям вот сразу же в живом времени, это же самый контакт меняется, условно говоря. Вот. Как это можно сделать? Можно по-наивному как-нибудь. Просто вот то, как вы делаете это сейчас. Отрендерили какой-нибудь элемент. Нашли в этом элементе, вот куда мы зарендерили шаблон по JS-тексту, по какому-то селектору, то, как делает это Артур, например. Нашли элемент, который мы хотим изменять. И сохранили ссылку на этот элемент где-нибудь у себя. Соответственно, при изменении текста мы не вызываем функцию tmpl заново, а просто через текст-контент изменяем текст у конкретно этого элемента. Соответственно, если у нас большая вьюха, условно говоря, много текста, и там вверху какой-нибудь дорогой Иван Иванович, условно говоря, а вот дам дальше большое письмо, допустим, большое пользовательское соглашение с кучей страниц, ссылочек и всего такого, то мы не полностью его перерисовываем для каждого нового пользователя, а просто изменяем маленький элементик внутри. И очевидно, что это работает быстрее. Вот. Соответственно, примерно так это у вас сейчас работает. То есть мы отрендерили шаблон, нашли там какой-то элементик и уже работаем с ним. И не перерендываем это все полностью. Соответственно, если мы хотим, чтобы при вводе что-то в UI изменялось что-то у нас, мы делаем то же самое. Ищем ссылку на input, добавляем у него событие onChange и при каждом onChange просто делаем и, ну, просто сохраняем вот это значение в input в какую-то нашу модель. Ну и можно вызвать событие о том, что у нас что-то изменилось. Соответственно, если мы делаем, условно говоря, не знаю, хотим подписаться на изменение в форме, чтобы ее валидировать в живом времени. То есть вводим пароль, и у нас внизу такая штучка, типа слабый пароль, сильный пароль, то это примерно так и делаем. Подписываемся на компоненте, на событие change, а внутри компонента подписываемся на событие change у элемента, именно у DOM элемента. То есть внутри работаем с DOM элементами, а снаружи работаем именно с событием на компоненте. То есть, соответственно, если у нас внутри input внезапно стал type text, type multiline или что-нибудь такое, но тут снаружи ничего не изменилось. Вот. Не самый хороший подход. Почему? Потому что все равно много шаблонного кода. Это здесь у нас, условно говоря, один элемент и одна строчка с этого текста. Если у нас, условно говоря, большая таблица, в которой, вообще говоря, непонятно сколько строк, и как вот тогда сохранять, что сохранять ссылки? 10 ссылок или массив ссылок? Соответственно, массив ссылок на элементы, он занимает память, да? При добавлении новых элементов нам нужно эти ссылки обновлять. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Много шаблонного кода, если необходимо, связывать много элементов. И также недекларативное описание связей. То есть, казалось бы, мы делаем везде все одно и то же. Делаем query selector и в каком-то методе setter этот query selector обновляем. Все то же самое. Делаем какой-то query selector элемент и подписываемся на события, что-то там обновляем. Хотелось бы как-то придумать так, чтобы вот это все было чуть-чуть более декларативно, чтобы не приходилось это руками каждый раз заново с нуля программировать. И чтобы это все было удобно осмотреть, удобно отлаживать и просто понимать, что происходит. Соответственно, можно немножко по-другому подходить к этому подходу. Давайте пойдем из HTML. HTML — это декларативный язык описания вверхский. Давайте попробуем что-нибудь там намутить. Добавим, вот у нас есть какой-то шаблон, есть текстик, есть input. Добавим в этот тег просто атрибут, обычный HTML-атрибут data.bind. И укажем, например, вот такую строчку text.content.name. Не будем пока разбираться, что это значит. Соответственно, в атрибуте input то же самое, data.bind.value.h. просто добавили в HTML какие-то атрибуты. И напишем какую-то функцию autobind, какой-то класс autobind, который будет что делать? Который будет принимать на вход в конструкторе какой-то элемент, дом-элемент, находить внутри этого элемента все подэлементы с таким атрибутом. Мы просто их находим через query-selector role, просто получаем массив. И дальше этот массивчик определенным образом модифицируем. То есть у нас есть элемент, мы преобразуем его в массив объектов специальных. У объектов есть свойство l, это ссылка на элемент, свойство prop, это то, что идет до двоеточия, text.content, value. И свойство variable, это то, что идет после двоеточия. Ой, чуть не туда. После двоеточия name или age. То есть просто взяли и получили массивчик элементов, элемент, название свойства элемента, text.content, это свойство этого элемента именно. Value это свойство этого элемента. И name age это просто какие-то переменные. То есть переменные джесные, свойства элемента. То есть мы описали такую штуку. А дальше, дальше мы делаем универсальный метод getVariable и setVariable, который позволяет установить у этого компонента, на самом деле стоило бы здесь написать autobind.getComponent, что-нибудь такое. Ну, не суть, как это оформить. Что делает getVariable? Он служит для того, чтобы получить свойства какой-то переменной. Соответственно, переменная есть имя, мы находим в этом массиве объект, у которого variable равен вот этому значению и получаем у элемента, то есть именно у системы элемента значение свойства, которое мы здесь сохранили. то есть мы в джесе getVariable в скобочках name, а внутри этой функции находится вот этот элемент и берется у него значение textContent. то же самое с значением value. в setVariable делаем все в обратную сторону, пробегаемся по этому массиву, и если variable совпадает с тем значением, которое мы хотим установить, просто обновляем значение этого свойства у этого элемента. все, теперь если мы здесь в этом шаблоне добавим тысячу таких атрибутов, то эта вся история не перестанет работать. И, соответственно, getName будет возвращать то, что нужно, set еще не будет, будет возвращать то, что нужно. Хотим вот здесь поменять имя, просто сделали setName равно JohnSnow, и в этом элементе автоматически все изменилось внутри. То есть вот так вот примерно работает декларативное описание. Мы один раз написали этот класс, один раз, и забыли про него. А еще, по правде говоря, его кто-то за нас уже написал давно. А мы просто в своем HTML прекрасно так вот размечаем, что, куда забиндить. Прикольно? Прикольно. А можно пойти еще дальше и использовать какие-то штучки из реактивного программирования. В чем минус еще такого подхода? Это, конечно, чуть лучше, чем то, что было раньше, но все равно проблемно. Проблемно в каком плане? Проблемно в том плане, что если, допустим, мы хотим при изменении, ну, при изменении вот этого значения сразу же менять значение здесь. То есть, допустим, это будет input с названием, ну, имя, и здесь мы хотим, ну, мы печатаем какое-то имя, а там сверху у нас в строчке автоматически это имя, ну, обновляется сразу же. Вот. Минус такого подхода в том, чтобы это сделать, надо будет самому руками вызывать эти функции getVariable, setVariable. Проблема. Вот. Так вот, реактивное программирование, это парадигма программирования, ориентирован на потоке данных и распространение изменений. То есть в обычном мире, чтобы посчитать значение функции, необходимо вызывать ее с какими-то аргументами. Так вот, в молодежном реактивном программировании, хотя на самом деле оно тоже достаточно уже старое, функция сама пересчитывается, когда ее аргумент изменяется. То есть, например, как в Excel. В Excel мы написали равно что-то там умножить на 5, словно говоря, ну, в какой-то ячейке. В другой ячейке что-то изменились, и у нас вся таблица сама пересчиталась. Можно же сделать точно так же и здесь. То есть мы что-то поменяли в этом импуте, да? А у нас все остальное перерисовалось само, и нам не нужно руками вызвать эти функции, чтобы что-то получить. Как это можно чуть-чуть сделать? Просто берем и немножечко модифицируем наш класс. То есть, смотрите, мы шаблон не меняли, HTML не меняли, мы просто немножечко код переписали. Что мы сделали? Мы вот в этом массивчике, который мы точно так же собираем, просто у каждого элемента добавили обработчик события change. Ну, когда мы что-то меняем в импуте, срабатывает change у импута. Соответственно, мы в обработчике этого события вызываем эту функцию setVariable. Сами. Ну, в обработчике. То есть мы повесились на onChange, и в обработчике засетили что-то в переменную. Соответственно, если мы что-то в импуте вводим, то вызывается этот обработчик, вызывается setVariable, и во всех других местах вашего шаблона, где была использована эта же переменная, она обновится сама. Вот. Соответственно, функция getVariable становится вообще простой. Ну, у нас появляется еще какой-то объект, store. Store — это просто объект. В нем мы будем хранить закэшированные значения всех этих элементов. И при getVariable мы просто получаем значение store, а при set мы в этот store что-то записываем. Вот. Просто какой-то кэш такой, чтобы не ходить в шаблон за каждым значением переменной, а получать ее с кэша. Соответственно, при обновлении этих переменных, перемена записывается в кэш. А можно еще по-красивому как-нибудь биндить события. Это еще более прикольно. Вот мы можем здесь подписаться на события change, а мы хотим, допустим, сделать так, чтобы по событию какому-нибудь вызвалась какая-нибудь наша функция, но не добавлять вручную, не навешивать вручную эти все обработчики. А давайте в шаблон добавим еще вот data.bind.event. Data.bind будет просто переменной иметь, биндить, а data.bind.event будет биндить события. То есть мы здесь пишем события submit, а здесь пишем функцию, которую вызвать. Соответственно, все то же самое. Эта функция будет просто здесь еще одной какой-нибудь функции, вот здесь вот внизу. Соответственно, где-нибудь вот тут мы будем просто еще добавлять дополнительные обработчики, если нужны, и все. И вообще будет все очень клево и круто. И нам, по сути, что мы сделали? Мы написали класс, в котором какие-то функции. Мы написали HTML, в котором вот так вот все декларативно описано. И не работали с домом, не навешивали вручную никакие обработчики, никакие вообще. И вообще не работали с домом. У нас просто чистая логика и HTML вот с такими атрибутами. А внутри где-то там в нашем классе, в какой-то функции, в какой-то функции reactive.bind, у нас это все вместе свяжется. Но эту функцию писали не мы. Или мы ее написали один раз и забыли про нее, а все остальное наше приложение работает. Вот это и есть вот именно data.binding. То есть именно с помощью такого подхода можно избежать полного перерендирования событий, а просто немного удобнее работать с нашими данными. Вот. С чем? Да, все это и есть там. Ну, дело в том, что те примеры, которые там есть, они хорошо демонстрируют технологию, но плохо работают. Потому что все эти вещи, да, они очень там много тонкостей есть. Как там, не знаю, массивы биндить или еще что-нибудь. То есть вы можете взять реализацию как за базу, но вам придется ее допиливать. Вернемся к приложению. Да, в другой ветке это есть. А мы, наверное, в конце… Ну, ладно, как веточка, скажем, называется. Так. Ветка называется вот так. Вот есть три ветки. Lesson10 – это базовый пример, который мы вам скидывали. Есть также Lesson10 – autobind, где тот же самый пример с примером автобиддинга. И есть еще также еще кое-что. Вот. Так. Так вот. Наше приложение. Как вы помните, здесь все, когда мы что-то редактируем, перерендеривается. И хотелось бы от этого как-то избавиться. А еще бы хотелось бы, чтобы, например, когда мы здесь редактируем что-то, у нас в таблице сразу это менялось и было видно. Но если мы, например, отменим изменения, то они все равно не сохранялись. Вот примерно это сейчас я постараюсь сделать при помощи автобиддинга. Точнее, датабиддинга. Автоматического датабиддинга. Добавим в наш framework еще один пайлик. Назовем его autobind. В него мы положим нашу функцию, с помощью которой мы будем этот биндинг осуществлять. Толик рассказал очень крутые примеры. На самом деле мой пример будет очень похож. Но проще. Что? Может, что-то вы сделали? Хотите белым? Если он не комфортно? Нет, нет, можно белым? Схема вторая. А, дефолтная будет. Красиво? Что? Кого-то вытекли глаза. Ну, кто первый, тот и второй этап. Зато тот, кто спал, тот проснулся. Так вот, autobind. Autobind – это будет функция, которая примет два аргумента. Первый аргумент – это дом-элемент, которому мы будем биндиться и творить там всякую магию. А второй аргумент – это модель, на которой мы будем биндиться. Не будем, сразу подскажем нашему вопшторму, точнее TypeScript, что за модель у нас такая. И давайте подскажем, что это за элемент. Вот. Вот такая функция. Давайте ее где-нибудь применим сразу. Пусть она ничего не делает, но где мы ее будем применять? Во-первых, можно применить ее в эдите. Здесь, где мы рендеримся, мы можем взять и задействовать нашу функцию autobind. Нам вопшторм любезно сам ее заимпортит благодаря TypeScript, и мы передадим наш элемент. Наш элемент будет лежать здесь. В каждой вьюхе у нас есть дом-элемент, который доступен по соответствующему свойству. И у нас есть модель. Выйдите, есть модель. Она к нам приходит через опции в конструкторе. Доступна она нам тут же. Вот. Получили нашу модель. Что ему не нравится? Ему не нравится. Нет, ему не нравится. Да. Уже все нормально. Он просто тормозит. Отлично. Наша функция, скорее всего, никак не сломала наши… Нет. Она сломала наша… На самом деле не наша функция сломали просьбы показать веточку. Вот. Наше приложение все еще работает. Ничего не происходит, правда, нового. То есть по-прежнему у нас никакой магии не произошло. Нам, к сожалению, придется написать эту функцию autobind, чтобы что-то произошло. Что мы будем делать в этой функции? Мы возьмем… Для начала мы можем сделать биндинг в одну сторону. Для этого мы возьмем наш дом-элемент и поищем в нем все элементы вот с таким вот атрибутом – databind. И что-нибудь с ними сделаем. Упс. Это не так работает. Все, мы промежались под таким элементом, которым у нас пока нет. Давайте их добавим. Заходим в edit и добавляем эти элементы. Вот у нас здесь есть value. Добавим здесь также и databind. И укажем сюда название нашего свойства. Чтобы мы знали, где его искать в модели. То же самое сделаем с font-намбером. Тоже добавим название свойства. Теперь у нас наш databind что-то донайдет. Так. Нашли мы все наши элементы. Можно вот так даже сделать, чтобы помещалось получше. Что-то с ними надо сделать. Что мы будем делать. Мы хотим сделать обратный биндинг. То есть мы хотим сначала, чтобы при каждом изменении значения в нашем поле у нас обновлялось значение в модели. Для этого мы возьмем нашу модель. Точнее нет. Возьмем мы сначала поле. И в его он-инпут запишем обработчик события. Этот обработчик события будет лазить по какому-то значению и присваивает данное значение, которое мы будем забирать из нашего элемента. Элемент value. Нам нужно где-то взять название свойства. И это название свойства можно взять из нашего атрибута databind. Для этого мы его в элементе. Его поищем. Есть специальный метод атрибут. И databind. Мы ему укажем. Сохраним это в переменную. И запишем. Все. Теперь посмотрим, как наше приложение на это отреагировало. Никак не отреагировало, потому что что должно было от этого измениться? О, смотрите, что-то меняется. Вот, все. Теперь у нас при… Фактически обновляется значение в поле. Вот так просто. Можно? Много-много года, 20-го. Куда же, да? А вот с ним поле мы откуда берем? Это… Есть события, но в событии… Да, да, просто. Да, конечно. Переместа, это топливо. Да, есть события… Да, вот Олик показывал вам в примере есть события onChange, но для примера на шоу-мот не очень хорошо, потому что onChange срабатывает только тогда, когда мы… Ой. Случайно что-то нажал лишнее. OnChange срабатывает только когда мы убираем фокус с поля. Вот. А может так и лучше. Не знаю. Вот. А onInput срабатывает при каждом вводе. Это достаточно новое событие, но не во всех браузерах поддерживается. Ну, сейчас, наверное, уже во всех. Вот. При этом, заметьте, что если мы отредактировали, но не сохранили, я обновляю, все восстанавливается обратно. Плюс то же самое происходит, если мы нажимаем отмену, то же самое. Значение восстанавливается. Это работает за счет того, что при нажатии на отмену мы в нашем эдите… Так. Наш эдит. В нашем эдите есть метод cancel, и мы модель резетаем. Она загружает состояние из local storage, актуальное. А сохраняет она только по нажатию на save. С этим волшебным датабиндингом нам даже не надо делать вот это, потому что у нас и так все значения в модели автоматом подсасываются. Так. Проверим, что это работает. Сохраняем. И теперь обновить. У нас сохранилось local storage, несмотря на то, что мы стерли код, который нам это все синхронизирует в субмите. То есть все теперь работает чисто на датабиндинге. Но это датабиндинг только в одну сторону. Мы при изменении… Так, сейчас покажу. То есть при изменении чего-то в инпуте мы будем класть значение в модель. Но если в нашей модели что-то поменяется, у нас нигде ничего не поменяется. Если мы сейчас возьмем наш эдит и сотрем в нем наши вэлью, через которую мы туда прокидываем значения, то у нас теперь значения при нажатии на редактирование не подсасываются. Что с этим делать? Нужен биндинг в обратную сторону. Когда мы будем забирать актуальные значения из модели, это, в принципе, делается не сложнее. У нас есть наша моделька, и мы должны будем подписаться на ее обновление. Моделька у нас одна, а полей много, поэтому мы подписываемся на нее здесь. Когда моделька меняется, она нам сообщает о том, какое поле изменилось и на какое значение. Эта информация нам очень пригодится. Дальше у нас есть событие, но нам непонятно, что обновлять. Мы создадим хэш-объектик, назовем его elements и будем в него складировать все наши импуты, на которые мы привязались. Импуты у нас вот здесь. И мы возьмем, подложим elements, будем складывать их по значению. Все, теперь мы можем в нашем обработчике события подписаться, ну, изменить значение конкретного импута. Но это будет происходить только при обновлении. Нам это сейчас никак не поможет. То есть у нас сейчас данные не загружаются изначально. Поэтому нам сначала нужно еще и записать значение. Возьмем элемент, сделаем ему value равным value нашей модели. Все. Я бы еще здесь добавил. А, не важно. Вот. Все, наши данные вновь появились. Но мы не решили самую главную проблему. Наш список контактов по-прежнему обновляется с каждым обновлением нашей модели. То есть мы, когда здесь правим модель, на самом деле автобиддинга в списке контактов у нас нет. И у нас здесь все по-прежнему не обновляется. Давайте зайдем теперь в список контактов. В списке контактов у нас тоже есть событие onRender, где мы можем, могли бы написать какой-то автобиддинга. Но дело в том, что у нас очень много строчек в этом элементе, и каждую нужно привязать со своей моделью. Для этого мы будем делать автобиддинга там, где мы пробегаемся по нашим моделям. И будем, соответственно, тоже связывать наши строчки с нашей моделью. Но есть один нюанс, почему это не будет работать. Во-первых, это не будет, очевидно, работать, потому что у нас здесь не указаны датабайнды. Но также это не будет работать, потому что в нашей td нету value. td это не input, у нее value записывается прямо сюда, внутрь. Поэтому мы наш автобайнд немножко должны прокачать. Вынесем нашу функцию установки значения в отдельную, точнее не функцию, а наш код, который занимается установкой значения в отдельную функцию. Назовем его updateValue, передаем туда элемент и значение. Перенесем туда код, который у нас сейчас работает так. И сделаем здесь проверочку. Да, перенесли и задействуем. Элемент. Также при обновлении мы сделаем то же самое. Как раз мы вынесли этот код, не надо будет писать его два раза. Только здесь у нас элемент будет лежать в elements. Окей. Вот так вот. Проблема в том, что у нас у td нету value. Здесь мы будем проверять. Если у нас наш элемент это на самом деле html input элемент. Есть такой класс. То мы будем устанавливать ему value. А если нет, просто будем пихать ему в inner.html его значение. Вот так. Посмотрим, работает ли эта штука. Ну, как видно, не работает. Любезно, TypeScript нам упорно о чем-то пытается сказать. На 17-й строке. Да, на 17-й строке. Value. Value. А, логично. Нету value. А куда у нас делась value? Model. Да, у нас был model k. И здесь нам… А, отлично. Да, здесь мы брали элемент по ключу, а здесь мы будем брать модели. Модели у нас тоже нет. А, нет, модели есть. Все, вроде. Отлично. Ну как? Теперь. Опа, что-то заработало. Да, но у нас теперь не обновляется значение. Интересно, если мы что-то будем редактировать. А здесь обновляется. Забавно. Кстати, здесь обновляется, наверное, потому, что мы их выводим. Вот тут. Мы этот код тоже сотрём. Чтобы у нас всё одинаково нигде не работало. Нет, смотрите, вот это работает. Я понял. Дело в том, что мы в нашем автобайнде неправильно… Да, мы, собственно, перенесли сюда весь код, как он был. А не использовали вы его. Ну, всё оказалось довольно просто. Ну вот, теперь у нас всё работает. И при этом мы можем теперь смело убирать обновление нашего списка контактов на каждое обновление модели. Давайте это сделаем. Список контактов. Ищем, где мы подписываемся на первом рендере. Можешь попробовать, сейчас не имеется, но поскоришь тысячу контактов. Представим, просто интересно, с того, например, у нас сегодня ещё есть страница. Может, просто отмена работает? Словно, у нас есть вопрос с этих сохранённый… Не понял вопрос. На отмене что делать? Я рассказывал про отмену. Отмена… У нас всё хранится в Local Storage. То есть, если мы сейчас обновим страничку, у нас все данные подгрузятся из Local Storage. Когда мы делаем в эдите отмену… Вот у нас обработчик событий отмены. Мы дёргаем метод reset модели, который будет просто нам… Если эта модель не новая, он будет загружать нам данные из Local Storage. Вот Local Storage. Мы их забираем. Парсим в JSON. Это может почитать. В репозитории. Ну вот. А теперь мы обновляем. И у нас всё меняется. При этом мы не перерендерим страничку. Может, даже не знаю. Дебаггер тут поставить. Тысяча контактов? Да. Ну давай, попробуем. Вот у нас есть индекс. Нет, это будет тяжеловато. Нет, это будет тяжело. Вот здесь будет нормас. Возьмём нашу лист модели. И создадим там… Как там это называется? Create IT. Что? Просто запишем Local Storage в оси. Ты хочешь посмотреть, как там выглядит Local Storage? Ну вот. Поэтому… Сейчас создадим. Что там создавать-то? А создадим, да сразу сохраним. Да? Я думаю, мой маг справится. Так. И сделаем это в цикле. Столичка? Да, ладно, давай побольше. Я в свой маг верю. А, Create IT. Что там туда передавать-то, что-то нужно в этот Create IT? Да. Да, давайте, чтобы красивенько было. Create IT. Йосос захороним. И Team.Name равно. Возьмём туда индекс, запихаем. Ну, а в Phone Number… Number тоже что-нибудь запихаем. Например, просто… Просто много раз. Вот эту штуку. И сохраним. Посмотрим, что будет. Только что-то же было. А, ну, потому что я не там это вообще делаю. Это надо сделать нам… А давай вон First Render. Ещё чуть-чуть осталось. Вот. Та-дам, там не так много. Что, возьмём поменьше? А, думаете, там ошибка? Да вряд ли, нет, он завис. Он завис. А, ты закомментировал этот код, кто закомментирует функцию? Да стой, ты уже создал его. Ты же по-моему сохраняешь, он до какой-то момент дошёл, и всё. А. Закомментировали. Всё, а теперь это видно, что здесь. Легко сказать. Ой. Ну, ему плохо. Если бы я мог открыть консоль. А потому что там-то плохо. Там плохо. Ну, нет, смотри, открылось. Подожди-ка, это не… Да, это не та бадочка. Это он не хочет открывать консоль. Закрой, чувак, закрой папку. Закрой папку. Давай, пошли-ка, закрой папку. Вот, теперь здесь открой там свой. Стой, никуда не выходи. Не делай так. Здесь… А сделай, чтобы она нормальная была. О, где-нибудь они вот поддельным окошечком. Да ладно тебе. Ну, так нормально. Запройте. Да нормально. Нет, нормально. Я хочу сразу это увидеть. Во-во-во-во, это не тот, не тот локал хост. А то я думаю, что-то все работает. Локал сторож тоже еще не загрузился. Нет. 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 Надо было создавать меньше. Ладно. Есть другой вариант. Мы просто возьмем и в наших настройках почистим. А, там как-то Ctrl, Shift, Escape. Я говорил, не надо. Не надо мне ломать компьютер. Упс. Я хочу очистить. Я хочу, чтобы приложение теперь работало. Я открою, просто открой. Так, и что? А, а куда мы его очистили? Так ты его очистил, чувак, у нас. А, круто. Давайте 100. Давайте без этого. Можно уже код написать. Ладно, давайте добавим 30 и посмотрим, что будет. Включил? Да, включил. Точно? Точно. Я покажу. Если я покажу его, он выключится. Не, открою, должны пара кнопкой на клик-тайне. Не здесь, внизу, внизу, только на клик-тайне. Опа, есть 100 контактов. Ну, мы добавили, сейчас добавим 10 тысяч. 10? Нет, нет. Ха-ха-ха-ха. Ладно, нормально. Ха-ха-ха. Уже в таком времени. Ха-ха-ха. Уже в таком времени. Ха-ха-ха. Даем? Вот, готов. Есть. Но немножко тормозит. Ну, теперь закомментируй, и я попросил, чтобы у вас каждый раз брать. Уже готов? Все. А теперь нам помогли рядом. Ну, подождем. Ну, теперь мемчите, сторож. О, смотрите, работает. Ну, и мы плохо. Видите, а даже все программы не поступают. То есть, там, да, это только то, что видно, а то, что видно, не нравится. А. Ладно. Это браво или браво? Разве нет? Ты не пишешь. Не пишешь, он сказал. Я знаю. Да. Надеюсь, твоя лекция вообще не сломалась. А код-то дописан. Все. Я закончил часть. Я все написал. Да. Вопросы, может, есть? Когда мы. Что это делать? Он сказал, кто такой. А где его, в игре, можно? Нет. В игре. В какой-нибудь время. У вас же есть регистрация, регистрация, срока, шифрова. Как мы, может быть, оскорбов. Мы говорили вам. Я уже слышал о нашей реации, сказал, что в «Профиденции» на вашем торгибуре. Но это те подходы, которые используются сейчас, как работа для выражения. То есть вы же не просто сидите здесь на курсе, так видите, получите новую статью и запустите все через 5 месяцев по уборству. Вы же, наверное, как вы же сейчас закончите работы, как вот это то, что сейчас в работе используется. Вот, то есть и выбор это тоже можно кинуть. Ну, как минимум, чтобы получить это использование, значит, это новое, а вы же делаете. Ура, на приложение снова работает. Продолжаем. Есть еще вопросы? Три старой тебе был? Да. Это? Да. Вот так. Отлично. Чего-то все притихли. Слишком сложно? Не понятно. Может быть, вы что-то не понимаете всей лекцией, всей аудитории, если что-то боитесь спросить, вы не стесняете, как бы, может, там. Нет? Кого нет? Ну ладно. Так, резюмируя, резюмируя, что только что было. Вот мы на примере продемонстрировали, как можно попробовать написать свой простенький датабинтинг. И что это, в общем, это помогает писать чуть меньше кода, помогает писать более красивый код, более понятные приложения. И в целом это чуть-чуть более производительно. Если бы Артур не выпендривался и создал тысячу контактов, то было бы заметно, что, ну, когда мы печатаем какой-то, ну, что-то в input с тысячей контактов без датабинтинга, оно прям ощутимо подлагивает, прям мигает, видно белым. Это было бы видно. Но если бы добавили датабинтинг, то все приложение бы не перерендривалось, и это было бы очень быстро и, ну, реактивно, вот это все. Вот. Но на самом деле можно эту вещь сделать еще круче. То есть датабинтинг, это, и он интересный подход, и он, в принципе, используется в приложениях, но вообще все приложение можно обернуть в еще более интересную штуку с использованием такой вещи, как VirtualDom. Что такое VirtualDom? Хочется сразу развеять один миф, что VirtualDom — это не React. И React — это не VirtualDom. И между этими двумя вещами ставить тройное родное или даже двойное равноспроведение типов нельзя. Что еще? VirtualDom — это не какая-то библиотека. Это просто подход такой, набор алгоритмов, концепции, которые позволяют нам улучшать производительность на клиентской стороне, сбегая прямой работы с домом путем создания работы с абстракцией, имитирующей дом-дерево. То есть в чем проблема в одном дереве? В том, что он никогда не был рассчитан для создания динамического пользовательского интерфейса. Эти вещи были разработаны в далеком-далеком 20 веке, который был 17 лет назад. И они были созданы просто для того, чтобы отобразить статический HTML. Статический. То есть на страницах раньше вообще не было JS-кода, и поэтому дом, он такой медленный, он очень-очень логучий. И работать с ним — это вообще сложно. То есть каждый раз, когда мы… JS в браузере работает очень быстро, но когда мы с JS хотим взаимодействовать с отображением, то это работает на порядке медленнее. В браузере сложить тысячу чисел — это быстро, но вывести на страницу тысячу дом-элементов, у вас просто вкладка рухнет сразу же. Вот только что Артур продемонстрировал, попытался создать просто 10 тысяч элементов, 10 тысяч строк в таблице. Но по сути Excel может больше, Excel может 65 тысяч, а в браузере не может даже 10 тысяч. И поэтому, когда мы работаем напрямую с домом, мы находимся в зоне риска, потому что если делать это чуть-чуть неправильно, допустим, чуть больше, чем нужно, создавать 10 тысяч элементов вместо 15, то это все будет работать очень медленно. А вот VirtualDom — это вот вещь, которая позволяет улучшить произведительность, потому что она работает с абстракцией. То есть мы создаем дом, дом, дерево — это сама по себе абстракция над HTML-кодом, а мы создаем еще одну абстракцию, которая работает над дом-деревом. И что она делает? Мы из-за того, чтобы взаимодействовать с домом, мы работаем с его легковесной копией. То есть мы создаем какую-то структуру объектов, которая каким-то образом, ну, типа модель настоящего дома. То есть что есть у элементов в доме? Там есть название тега, есть какой-то набор классов, есть текстик, который есть внутри, набор чайлдов. Так вот давайте это все добро просто создадим в обычный объект. Не будем работать с настоящим домом, просто какой-то объект создадим, у него создадим несколько свойств. Будем работать с этим добром. Мы можем вносить изменения в копию, вот в эту вот абстрактную копию, исходя из наших потребностей. То есть нам надо, допустим, создать тысячу контактов. Мы не вставляем тысячу элементов на страницу, а мы просто создаем тысячу объектов. Тысячу объектов создать легко, просто в памяти. Десять тысяч легко, можно даже сто тысяч, если рам хватит. Но вставить сто тысяч элементов на страницу, это уже сложнее. Вот, и при этом вот то, что получилось, вот эту абстракцию, мы можем каким-то образом взять, сериализовать и запаковать на страницу. Вот, то есть при этом происходит сравнение дом-дерево с его виртуальной копией. То есть если, условно говоря, мы сделали какое-то одно изменение, то виртуал-дом внутри работает таким образом, что он вот именно это одно изменение сделает с настоящим домом. Он не будет полностью все перерендировать. Но я сейчас чуть позже это продемонстрирую. Вот, то есть определяется разница между предыдущей версией виртуал-дома и текущей. Находится div между двумя наборами больших объектов. То есть работать с объектами, с виртуальными вот этим дом-объектами, с ними быстрее, чем с реальным домом. Потом после изменения мы находим между ними div, и условно говоря, в настоящем доме применяем только этот div, а не все полностью перерендерим. Вот именно за счет этого происходит ускорение. То есть что мы имеем? Мы имеем какое-то приложение, да. Вот, соответственно, в доме оно выглядит таким образом. Div, input, в общем, все просто. А виртуальный дом – это объект вот такой структуры. Есть div, у него есть два children, input, children, list. У листа есть тоже какие-то children, ну вот, attribute, items, вот это вот все. Вот, и мы работаем не вот с этим добром, потому что с ним работать медленно, а с этим добром. Вот. Как выглядят свои изменения? То есть у нас было before вот такой тег. После того, как мы что-то сделали в приложении, там, условно говоря, нажали на какую-нибудь кнопочку, или просто что-то произошло, пришло событие с сети, мы в этом объекте изменили значение атрибута. И в моменты, когда мы обновляем наш дом, в реальности произойдет вот такая вот вещь. Просто set attribute. Не изменение всего, еще раз, не полный ререндер всего приложения, а только вот эта вещь. Соответственно, такой подход работает быстрее, потому что он не включает в себя те же ловесные части реального дома. На самом деле, с домом мы работаем, но через посредника. Мы работаем напрямую с virtual домом, а внутри он уже работает с настоящим домом. Поэтому возникает два вопроса. Как именно делать повторную перерисовку, когда, в какой момент ее делать? Потому что нам все равно ее придется делать, нам все равно нужно будет что-то на странице отрисовать. И, ребята, тсс, тсс. Ну, тут слишком громко как-то. Вот, и как делать это эффективно? То есть, чтобы это все работало быстрее, чем с настоящим, надо эту перерисовку, вот именно вот эту вещь считать в правильные моменты и считать эффективно. Если мы будем находить вот этот div, условно говоря, медленнее, чем это делает сам браузер, то это будет еще медленнее. Соответственно, когда? На вопрос, когда, есть два варианта узнать, что данные изменились. Данные надо менять, когда они меняются. Это очевидно. Если ничего не меняется, то нам не надо ничего менять. Я скапитанил только что. Так вот, есть два подхода узнавать, когда они изменились. Это грязный подход. Это просто раз в какое-то время рекурсивно чекать, изменилось ли у нас значение вот этого вот объекта. То есть мы проверяем, изменились данные в этом объекте. Это просто обычный plain объект, плоский. Мы можем застрингифайить, сереализовать. Мы его можем десерализовать. Мы его можем получить, условно говоря, из интернета. Взяли, скачали, сделали запрос копишки, получили этот объект, отрисовали. И, соответственно, мы через какой-то промежуток времени просто проверяем это значение. И если мы находим разницу между прошлым значением и текущим значением, то мы понимаем, что что-то поменялось и надо что-то отрисовать. Соответственно, в алгоритмах, которые делают таким образом, используя requestAnimationFrame, тот же самый. То есть если, условно говоря, мы в секунду, мы можем в секунду тысячу раз изменить какое-то значение, да. Но если мы тысячу раз будем менять что-то в доме, то, во-первых, это будет неоптимально, потому что браузер сдохнет. А во-вторых, нам это не нужно, потому что мы не видим с такой частотой. Поэтому достаточно раз в одну шестьдесятую секунду эту проверку делать. И тогда наше приложение будет работать якобы с частотой шестьдесят фпс, мы ничего не будем замечать. Вот. Второй вариант, он чуть более сложный, но такой более, ну скажем так, правильный на наш взгляд. То есть это вариант, заключающийся в наблюдении за изменением состояния. То есть мы просто не проверяем раз в несколько миллисекунд, изменилось ли состояние, а добавляем каким-то образом события, что состояние изменилось. Например, сетя значение не через точку, точка равно, а, например, добавляя сеттеры. И в сеттере помимо собственной изменения значения паркирует какое-то событие о том, что значение поменялось. Или можно использовать, например, прокси, более новые вещи, которые есть в JavaScript. С помощью прокси мы просто пишем model.что-то там равно что-то там, но внутри прокси имеется это событие, и мы понимаем, что изменилось в нашем модели, и перерисован в наш virtual DOM. Вот, то есть есть два подхода. Вот, соответственно, вопрос, как, что делает этот подход действительно быстрым. Это эффективный алгоритм сравнения. То есть у нас есть рекурсивная структура дома, и если мы будем сравнивать ее эффективно, там, за n log n, а не за n квадрат, условно говоря. Вот спрашивали, зачем вам нужны алгоритмы сложности, вот, пожалуйста, даже вы на фронтенде, они есть. Вот, группировка операций чтения записи при работе с домом. То есть очевидно, что если мы в одну секунду, условно говоря, сделали 500 разных изменений, то было бы логично записать их в дом сразу же все вместе. То есть браузеры умные, они умеют вот такие изменения, которые произошли подряд, скажем так, объединять, и перерисовывать всю страницу один раз, условно говоря, тысячу раз. Вот, и поэтому если мы в JS коде один раз это сделаем, скажем так, подряд создадим 10 элементов, а не через полсекунды каждый, то это будет оптимальнее работать. Он за один, скажем так, за один кадр покажет все эти 10 элементов или за 10 разных кадров. Ну, понимаете разницу. Вот, и эффективное обновление поддеревев. То есть если мы, условно говоря, где-нибудь здесь изменили значение какого-то списка, то оказалось бы, ну, что можно сравнить только вот это поддерево, а не все вот это поддерево. То есть не обязательно делать div между всеми большими объектами, если мы знаем то, что потенциально могло поменяться только вот поддереве этого всего добра. Вот, то есть зачем мы вам это рассказываем? В прошлом семестре вместо вот этого добра я сидел и попробовал это все дело закодить. Там вышло, ну, что-то около 150 строк кода, такого очень простого, самая такая простая реализация дома. Но это было не очень прикольно, потому что студенты, ну, то есть вы такие сказали, ничего не понятно было, зачем нам все это. Вот, ну, и по сути на собеседовании как бы не спрашивают, как закодить в виртуал дом. Ну, только на собеседование, ну, скажем так, на мидлов, там, на сеньоров, вот. Что обычно спрашивают? Обычно спрашивают то, почему это эффективно, почему это быстро. Ну, именно теорию, скажем так. Вот я постарался вот в этих парочке слайдиков рассказать именно такую теорию, почему этот подход работает быстрее. Разумеется, вот эти все алгоритмы, вот это все добро, оно уже написано. Есть множество реализаций разных. Сита.js, еще какие-то там. Внутри себя React, React это библиотека, она использует свою реализацию виртуал дома. И это все уже готово, вам нужно только использовать. Но кажется, кажется, ну, мне кажется, что понимать, как это работает для фронт-эн-разработчика, это тоже полезно. Хотя бы в общих чертах, почему это быстрее, чем писать напрямую в дом? Вот, потому что я знаю, что у нас, например, в Mail.ru точно спрашивают такие вопросы иногда, типа, почему виртуал дом оптимальнее, чем просто дом? И вот, в принципе, вот этих трех слайдов достаточно для очень хорошего ответа на этот вопрос. Прям вот мощно. Соответственно, ну вот красивая картиночка. У нас есть какой-то дом-дерево, виртуальный дом-дерево. Ну, просто набор объектов такой в виде графа. Соответственно, почему фронт-эн-разработчику надо знать алгоритмы перебора графов? Потому что вот они графы. Дом-дерево, это граф, ну, все дела. Вот, то есть мы взяли, вот здесь что-то засетили в этот объект, здесь что-то изменили. Соответственно, потенциально у нас обновилась вот эта вся часть и вот эта вся часть. То есть нужно рендерить не все приложение, а только какие-то кусочки. Вот, разумеется, здесь еще возникает множество всяких разных интересных оптимизаций. Например, если мы знаем, что какой-то компонент, вот мы его так спроектировали, что в нем ничего не меняется. Вот он большой, большая страница с правилами, условно говоря, с правилами игры. Там нет никаких динамических частей. Поэтому если мы ее один раз отрендерим, то больше ее изменять не надо будет. Поэтому мы можем ее пометить, типа, необновляемое. И тогда вот кусок дом-дерева просто исключать в любом случае, не обновлять его. Мы его один раз создали, больше мы туда внутрь не лезем. И вот таких вот оптимизаций, на самом деле, существует много. И поэтому всякие разные реализации виртал-дома, они просто, ну, работают по-разному, потому что они по-разному вот эти все эвристики применяют. Вот. То есть, на самом деле, во фронтенде тоже есть очень много математики, очень много вот таких интересных вещей. Что я вам советую? Я вам советую, если кому-то из вас интересно, как это работает, чуть более подробно, чем сейчас, перейти по этой ссылочке. Это очень крутая статья на медиуме, на русском языке. Там прямо с нарутиночками подробно объяснено, как работает виртал-дом, ну, конкретно в реакте. Но в целом эта вещь плюс-минус одинаковая для любых других реализаций тоже. Вот. А сейчас давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Давай, Артурчик, за 20 минуточек примерчик. Я думаю, ты на это вещь. Вот. Попробуем чуть-чуть по-быстрому написать свой виртал-дом. Ну, или заиспользовать, просто посмотреть, как это работает. Вот. И бубели. Что-что? Так, наше приложение все еще работает. Давайте добавим туда контактиков каких-нибудь. Пусть все с одинаковыми телефонами будут. Опа. Ага. Я тут использовал хак, потому что... Потому что мы тут запилили наше обновление модельки. Да нет. Мы запилили наше обновление. Дело в том, что когда у нас добавляются новые элементы, нам все-таки надо обновляться. Есть тут хаки. Вот. Кстати, мы скорее всего... Нет, все равно не работает. Ну, вообще, мне сломал, короче. Давай веточку загрузим. Да, немножко у нас прифигел. Веб-пак. Потому что мы поменяли веточку. Хотя бы парочку контактов создадим. Что ж такое? Что-то явно не то. А, наверное, все-таки Local Storage у нас какой-то не... Невалидный. Угу. Да. Ну, вообще, сломали приложение мне. Ладно, загрузим из другой веточки. Здесь точно все работало. О, так работает. С обновлением что-то косяки. С добавлением новых. Вот. Теперь приложение работает. И... На самом деле, этот пример даже лучше. Мы вернулись к нашему базовому примеру, с чего мы начинали. У нас нет здесь автобиндинга. И у нас в приложении все написано на TypeScript. Про JSX ты ничего не рассказывал. Поднимите руку, кто знает, что такое JSX. Круто. Окей. Смотрите. Значит, у нас каждый компонент имеет метод render. Сейчас. И в этом методе render у нас используются вот эти template-стринги. Есть шесть возможностей для шаблонизации. Но есть еще один прикольный способ, с помощью которого можно шаблонизировать прямо в джаваскрипте. Называется JSX. Это расширенный синтаксис, который позволяет нам писать теги прямо в этих файлах. Чтобы этот синтаксис использовать, нам нужно в случае с TypeScript дать специальное расширение TSX каждому файлу. Сейчас мы это и сделаем. Переименуем каждый файл и добавим расширение TSX. Вот он уже стал недоволен. Готово. Переименовали все файлы. Обычно после переименования всех файлов веб-пак сходит с ума. Поэтому перезапустим его. Готово. Как видите, мы поменяли расширение файлов, но все по-прежнему работает. То есть редактируется. Правда, все как в первой версии, без автообновлений. Так вот, TSX позволяет нам писать наши теги прямо в JavaScript без всяких кавычек или еще чего-то. Прямо так. Вот он уже подсказывает, что чтобы использовать JSX, мы должны подправить немножко TS-конфиг. В TS-конфиге мы пишем, что мы хотим JSX. И так уж повелось, что здесь это называется React. Но это не значит, что нам нужно поставить React. Дело в том, что синтакси JSX, он был придуман еще до React. Просто ребята взяли его и сильно развили под себя. Это просто синтаксис, который нам позволяет размечать теги прямо в JavaScript без какой-то шаблонизации. То есть, по сути, встроенная шаблонизация в JavaScript. Что еще? Давайте посмотрим, на что ругается TypeScript. Что TypeScript не нравится. Во-первых, надо еще раз его перезапустить, потому что мы поменяли конфиг. Он должен увидеть, что мы используем JSX. Ему не нравится, что он не может найти React. React мы ставить не собираемся, потому что мы будем использовать свой virtual DOM. И чтобы он не пытался найти React, мы можем ему указать специальную настройку JSX-фактори, как именно собирать наши элементы. Сейчас. Все знают, что TypeScript это просто расширение синтаксиса JavaScript. И мы можем посмотреть в любой момент, во что компилирует наш код TypeScript. Во что компилируется наш TSX? Кстати, мы в APP TSX, правильно? Это зря. Вот, например, в ID мы поправим. Здесь побольше кода. А, нет, не введите. Давайте в help. Самый простой компонент возьмем наш, в котором точно нет никакой дичи. А как отключить вот это, что уже показывает на TypeScript, можно так? Что, вот это? Ну, нет, это налоги чуть-чуть на проезд, для этого насчет стрелочки. А, как это можно отключить? Отключить? Да. Да, это можно отключить, если… Давайте потом, после лекции я вам покажу, как это отключить. Так вот, во что компилируется такой код? Блин, опять я edit открыл. Help. Во что компилируется такой код? Вот, был у нас рендер, в котором мы рендерили строку. Вот если еще открыть все-таки edit, видно, что здесь у нас в рендере обычный template string. Это уже JS, сгенерированный JS. Вот здесь можно посмотреть, тут всякая дичь, от которой выпак на генерирование… Ой, выпшторм. TypeScript. Вот. Это template string, а в случае с React, точнее в случае с TSX, у нас генерируются вот такие вот элементы. Вызовы функции react-create-элемент. Эта функция, которая здесь будет вызываться, задается в TS-конфиге. И мы здесь можем использовать любую, например, например, какую? Например, такую. Теперь смотрим, на что ругается. Перезапустим конфиг. Теперь он не может найти React на русском. Не может найти React, и, кстати, приложение наше вот перестало работать, help нас больше не показывается. Чтобы он смог найти React, нам нужно его создать. Добавим наш фреймворк, еще один файлик. Назовем его React. Да, TS. Лучше TS. А то он не сможет найти React в React. Что такое React? Это просто объект, у которого есть функция createElement. Какая-то функция createElement. Теперь мы берем наш help. А, ну сначала надо лучше экспортнуть отсюда, это мы не возьмем форматом, это за юз. Экспортируем React по дефолту. И импортируем его в help. Дело в том, что когда у нас рендерится наш файл, когда у нас компилируется наш файл, help.js, он здесь пытается обратиться к этому самому React и не находит этот React, потому что мы его нигде здесь не импортировали. Нам нужно его где-то импортнуть. Импортируем. Недостаток разработки на русском языке, потому что, получается, приходится все время переключать язык. Может, я вам не советую делать это в реальном проекте. Готово. Заимпортили React. Посмотрим, как теперь наш TypeScript поживает. Все ему нравится. Все здорово. Но теперь нам вместо нашего хелпа отрендерили undefined. Почему отрендерили undefined? Потому что, как мы помним, наш хелп возвращает вот это, что на самом деле возвращает вызов React create элемента, который у нас возвращает ничего, undefined. Вот это нам и рендерится. Давайте, мы можем даже здесь отрендерить что-нибудь типа hello world. или как там выринято? Кек. Вот. Вот. Вместо хелпа теперь рендерится то, что мы возвращаем к create элементе. Но, естественно, virtual dome здесь пока не пахнет. Давайте посмотрим, что внутри этих самых React create элементов. Здесь у нас React create элемент вызывается первым аргументом название тега, который мы рендерим. Вторым идут все его атрибуты в виде объекта, а дальше через запятую передается все, что должно находиться внутри него. Дальше идет новый React элемент с divами и так далее. То есть весь наш HTML, он превратился вот в такой вот последовательный вызов create элементов. Давайте мы это все как-нибудь сохраним, чтобы у нас получился нормальный JSON, с которым мы могли работать. Вернем отсюда объект и приняем tag name. Примем tag name. Например, ну как принято называть свойства, атрибуты компонента, и все остальное будет нашими children'ами. То, что у нас должно отрендоваться внутри. Ну а дальше мы просто возьмем это все и запихаем в объект. В итоге наши функции будут возвращать вот такой вот объект. И если мы сейчас попытаемся посмотреть, что произойдет, у нас будет object object. object object у нас будет, потому что мы пытаемся это рендерить как строку. А нам это рендерить надо с помощью virtual DOM, которого у нас пока нет. Вот здесь мы получаем наш рендер, результат рендера. Давайте его сохраним отдельно. Render result назовем. Сохранили результат. И... А еще лучше, знаете, как лучше сделаем? Возьмем наш компонент, который у нас есть, и назовем его, не знаю, не буду, ладно, хватит. Например, TSX компонент. И будем использовать в нашем хелпе именно этот компонент, а не тот. Назовем его соответствующим образом здесь. И попросим вебшторм импортировать. Теперь мы используем точно такой же объект, как у нас был раньше, точнее, точно такой же компонент, но мы его будем использовать для рендера с помощью virtual DOM. А здесь все оставим, как было. Здесь у нас было элемент .inner html равно render result. Вот так. Проверим, что работает. Ну, работает. По крайней мере, та часть, которую мы не трогаем. А это наш новый компонент. И давайте мы в него, в его элемент отрендерим то, что у нас приходит из метода render. Но, чтобы это как-то адекватно увидеть, сделаем json stringify. И укажем немножко форматирования, чтобы это адекватно выглядело. А еще, чтобы это еще лучше выглядело, можно засунуть это все в тег pre. Если кому-то вдруг понадобится где-нибудь странное, страшное что-то дебагать, используйте stringify и pre, чтобы хорошо это выглядело. Вот. Вот весь наш virtual DOM. Здесь можно внимательно посмотреть, что в итоге получается. Тут у нас есть корневой элемент, у которого был какой-то div. У него были атрибуты, название класса. Дальше идут все его дети. Дети — это массив из таких же элементов, в котором есть тоже название и так далее. У него тоже есть дальше заголовки пошли, всякие пэшечки с текстом. Все, что мы в шаблоне на рендере или кнопочка. Ну вот. Теперь мы это видим все в формате JSON для того, чтобы мы могли взять и пробежаться по этому JSON и сохранить дом. Прямо по каждому элементу. Давайте это и сделаем. Возьмем наш React. Добавим туда функцию. Назовем ее например, не знаю, createElement. CreateNode, например. Вот так. И будем туда передавать наш GSX, который у нас нигде. То JSON, который мы получаем. Задействуем эту штуку. А, ну, ожидать мы будем, что эта функция нам будет возвращать HTML элемент, который мы будем потом вставлять. Вставлять мы его будем следующим образом. Где наш TSX компонент? Вставлять мы его будем так. Возьмем этот компонент, отрендерим. Даже вот так вот. Назову то, что снаружи нам приходит, то, где мы будем отрендеривать наш компонент, назову как родительский. И внутрь этого элемента мы будем вставлять наш дочерний, который мы рендерим с помощью virtual DOM. Используем новую функцию createNode. Возьмем ее из... Он хочет ее взять. Отсюда. Возьмем ее и передадим туда то, что мы на рендере. Результат рендера. Дальше мы этот элемент будем вставлять не с помощью innerHTML, который будет нам все перефигачивать. А будем просто вставлять его с помощью методов DOM. Мы возьмем parent элемент, сделаем openChild и вставим туда наш DOM элемент. Эта штука нам в таком виде больше не нужна. У нас есть DOM элемент. Мы можем его забрать. Все. Осталось все, что нам осталось сделать, это реализовать функцию createNode, которая из нашего дома создаст настоящий элемент. Сейчас это выглядит все так же. Как нам создать элемент? Во-первых, элементы у нас бывают разные. Например, у нас вместо элемента может быть вообще строка. Поэтому, если тип элемента у нас будет строкой, мы будем создавать специальную текст-ноду и возвращать эту строку. Да, он хотел от нас большего. Ну, ничего страшного. Дальше. Ну, в принципе, на этом лучше не так сделать. Лучше вообще все, что у нас не является объектом, мы будем возвращать как текстовую ноду. Если там числа, строки, все, все, что там попадется, всякие примитивы, булианы, все это будем возвращать как текстовую ноду, дом сам разберется и превратит эту строчку. Я стараюсь. Ну, сейчас я допишу эту функцию, покажу, что это, в принципе, как, хотя бы принцип основной. Дальше мы берем и создаем дом элемент. Дом элемент мы создаем такого типа, который нам придет в G с X. Давайте здесь сразу разберем наш объект. У нас есть там пропсы и children. Tag name. Tag name мы будем использовать для того, чтобы создать наш элемент. Дальше вот мы получили дом элемент, который мы будем дальше наполнять контентом. Дальше мы берем и пробегаемся по всем, если они есть. Если пропсы есть, то мы пробегаемся по ним всем и будем для каждой из них вызывать метод setAttribute, который нам позволяет обновлять дом. Берем наш новый элемент, вызываем у него setAttribute. В качестве кея мы будем получать его из objectCase. а значение мы возьмем из нашего объекта props. Вот. Это мы закинули в них свойства. Возможно, у нас уже что-то будет происходить. А, вот здесь надо нам передать из чего мы это получаем. g6. Готово. И вернем наш дом элемент. вот мы научились создавать какие-то элементы. И мы видим, что у нас уже появилась серенькая полосочка. Это наш первый элемент, который мы создали. Больше здесь ничего нет, потому что мы не отрендерили наших детей. Отрендерить детей тоже несложно. дети у нас всегда массив. Мы берем по каждому элементу, пробегаемся. И берем наш дом элемент и использую еще одну замечательную функцию дома. Appending не child. Только child этот нужно тоже превратить в дом элемент. Мы воспользуемся той же самой функцией и создадим child. Все. Вот по сути имея JSON мы получили все наши элементы. то есть virtual дом это вот настолько просто. Но это не совсем virtual дом в том плане, что мы сразу создаем наши дом элементы в первый раз. Нам нужно еще научиться их обновлять. Давайте я, чтобы вас не томить, открою сразу веточку, где все это уже есть. Вот. Вот она create node. Она выглядит примерно так же, как я сейчас написал. Да, так же абсолютно. А вот update node. здесь она на самом деле делается по тому же самому принципу. Мы получаем наш элемент, где мы будем обновлять, что у нас, откуда начинать. Потому что тот, который мы создали здесь, мы его будем пытаться сохранить по максимуму. Дальше мы берем старый JSX, который мы использовали, чтобы отрендерить его в первый раз. И новый JSX, который мы получили после последнего рендера. То есть в компоненте тут так и написано. мы проверяем, если мы уже рендерились, точнее, если мы не рендерились еще ни разу, мы просто create node создаем, как вот я показал раньше. И на всякий случай очищаем перед этим наш HTML и вставляем туда нового чайлда. Очищаем, потому что у нас здесь вот эта вьюха, она претендует на одну и тот же дом элемент. Две разные вьюхи показываются, поэтому мы очищаем. Дальше, если у нас компонент рендерится не первый раз, мы его обновляем. Но перед тем, как обновлять с прошлого раза, мы сохраняем наш результат рендера в отдельное свойство. И затем мы его здесь используем и передаем новым. Таким образом VirtualDom может сравнить вот это и это и понять, что изменилось и какие конкретно куски дома нужно поменять. Соответственно, мы смотрим. Сначала смотрим вообще одинаковые ли они типа. Ну и если они не одинаковые типа, то ничего не поделать. Мы берем и просто удаляем то, что было, вставляем новое. То есть никакой магии здесь. Естественно, в картон каком-нибудь VirtualDom где будет реализован больше нюансов, там будет какая-то более сложная логика. Здесь все тривиально. Мы просто заменяем ноду. То же самое мы делаем, если это просто текстовые ноды. Их не так много, их обновлять несложно. В них внутри не так много чего-то, что было тяжело перерендерить. Плюс у нас есть, может различаться типы элементов. Тоже на всякий случай заменяем. Если у нас там input сменился на div, то вряд ли мы там сможем что-то ему хитро его преобразить во что-то другое. Просто заменяем. Во всех остальных случаях, когда мы можем что-то сделать, мы делаем хитрее. Мы проверяем, во-первых, массив ли это, но массив ли это не знаю зачем. Обновляем свойства. Здесь, по сути, та же самая функция, которую я вам показал раньше, только мы здесь будем работать как со старыми свойствами, так и с новыми. Проверять и менять только те свойства, которые изменились. И обновляем наших детей. Мы просто идем по массиву с детьми в цикле. Пробегаемся. Если это новая нода, мы ее добавляем в дом. Если это наоборот старая нода, которой в новой нет, мы ее удаляем. А во всех остальных случаях мы просто обновляем ноду тем же самым способом. Таким рекурсивным обходом мы обновляем наш дом. И по ходу приложения это выглядит так, что вот у нас был не знаю, например, edit. У нас здесь был раньше binding. Ну и что здесь осталось? Если мы здесь заменим на value на name, а лучше не здесь. Я лучше в контактах покажу там. Интереснее. Вот у нас были наши ноды, которые вот таким вот образом рендерились. И когда мы их рендерим, у нас здесь этот div пробегает, каждая строчка и обновление обновляется. То есть если добавился новый элемент, у нас просто вызовется append child и не более того. Если у нас изменилось какое-то значение, мы просто обновим атрибут. А, в этом случае мы просто innerHTML поменяем у конкретной тдшки, а не будем перерендеривать все подряд. И при этом мы все еще подписаны на обновление модели и мы будем прям обновлять ее каждый раз. За счет VirtualDome это будет работать быстрее. Ну, что-то я там подправил. Надо git reset сделать, наверное. А? На всякий случай еще раз перезапустим. Ну вот, все работает точно так же, как с датабиндингом, просто мы перерендериваем каждый раз, сравниваем два джессона и обнаруживаем что изменилось. вопросы? В итоге наш реакт получился на ну 120 строчек где-то примерно. По сути, мы просто здесь рекрусивно обходим дерево и все. Естественно, есть всякие фишки, например, например, мы можем в нашем app здесь рендерить не деваки, а, например, рендерить сразу, не знаю, edit. и при этом если мы посмотрим, что у нас здесь генерируется в app gs то у нас create элемент передастся где где оно здесь правильно вот у нас здесь в create элементе создастся edit1 это по сути мы сюда прям edit и импортнули мы получим класс нашего компонента и мы можем в нашем virtual доме прям создать его на лету проинициализировать и таким образом используя только virtual дом мы можем все наше приложение построить не занимаясь вот этой ерундой где мы будем искать наши атрибуты как-то потом что-то с ними там делать вызывать в них ручками render2 каждый раз мы можем это все отдать на откуп в virtual дом то есть мы вот здесь напишем это вместо ладно я думаю все хотят перерыв хотя не слышат к сожалению это получается только статическая ручка то есть при изменении edit в новом состоянии edit почему нет нет почему почему это в смысле статичное вот у нас контакт список контактов он написан у нас без дата биннинга у нас здесь вот контакт вот мы используем наш g6 здесь нету строчек также у нас здесь нет никаких дата дата байнд ничего такого нету мы просто вот здесь рендерим и все мы каждый раз перерендериваем это но мы рендерим это не в дом не делаем здесь inner html а мы с помощью обновления дома просто пробегаемся и обновляем атрибуты элементов таким образом здесь что-то меняем нас меняется слева все это не статично это динамично все коллеги давайте продолжим коллеги давайте продолжим осталось не так много времени вот и материал на самом деле тоже не сказал бы что много как раз на эти 40 минут его хватит вот не спешайся рассказывать так что нормально чуть меньше технических деталей ну с точки зрения ну в общем чуть меньше сложного джесса потому что дальше будет чуть-чуть интереснее чуть попроще чуть поприкольнее оставили самое интересное на конец лекции ну и на момент когда чуть побольше народу будет вот в общем веб-компоненты что такое веб-компоненты на самом деле веб-компоненты они очень слабо так связаны с темой предыдущей лекции ну как минимум названием точно то есть в контексте этой части веб-компоненты это просто технология которая позволяет создавать компоненты веб-приложениях которые поддерживаются браузеры напрямую и не требуют дополнительных библиотек для работы то есть модель веб-компонентов подразумевает компонентную бла-бла-бла это вы все знаете фишка фишка этих вещей веб-компоненты это не JS код который вы пишете это набор API браузера набор браузерных методов который позволяет создавать компоненты именно методами браузера на самом деле веб-компоненты включают 4 технологии 4 спецификации спецификация shadow dom спецификация HTML templates custom elements HTML импорты это 4 спеки которые работают в браузерах почти во всех современных и там на самом деле очень хорошая поддержка процентов 80 всего веба точно с помощью полифила в том числе вот и давайте сейчас рассмотрим конкретно каждую из этих спек ну чуть-чуть более подробно о том что там и как их можно объединить вместе для того чтобы создавать еще более прикольным образом компоненты вот которые можно использовать в приложениях shadow dom это инструмент для инкапсуляции HTML позволяет изменять внутреннее представление HTML элементов оставляя внешнее представление неизменным то есть что это такое вот когда мы говорили об когда мы говорили о обычных компонентах о модулях что такое даме компоненты это компоненты которые внутри себя скажем так внутри себя там они могут быть сложные но снаружи они простые снаружи они вот такие вот закрытые запечатанные так вот HTML shadow dom это такая же вещь которая позволяет сделать то же самое но для HTML то есть не будет какой-то класс который в замыкании внутри себя хранит какую-то логику а это прям HTML код который внутри может быть любым но снаружи это просто просто элемент с shadow dom как это выглядит например ну вот поддержка на самом деле слайд прошлого семестра сейчас эта цифра примерно на 15 больше я не успел ее обновить сорян можете сами посмотреть на канаюзе какая поддержка почему shadow dom v1 на самом деле v1 это просто вторая версия этой спецификации сейчас в разных браузерах реализована эта вещь немножко по-разному там есть разные методы где-то поддерживаются одни где-то поддерживаются другие вот просто сначала развивали эту спеку по одному пути ну вот эти v3c vatvg вы на прошлом занятии мы вам про все это рассказывали вот и потом в какого-то момента решили немного по-другому развивать поэтому сейчас есть две версии вот некоторые браузеры поддерживают обе некоторые одну некоторые другую полифилы это все углы сглаживают вот версия первая та которая на данный момент актуальная она ну в общем вы увидите она вот в 61% браузеров уже работает есть еще версия предыдущая она работает еще где-то там в общем поддержка хорошая а можете закрыть пожалуйста дверь или мне так там просто кто-то шумит вот а что такое shadowdom как он работает возьмем на самом деле shadowdom он уже есть везде просто вы не знаете что вы его используете возьмем какой-нибудь обычный input tape range это снаружи мы когда в HTML пишем input tape range мы просто пишем input tape range слэш но на самом деле если открыть в devtools браузера то мы видим то что внутри этого добра есть shadowroot а в котором еще какие-то элементы то есть это все не один элемент это на самом деле div и это div у них есть свои стили браузерные стили и это все работает как обычный HTML просто мы снаружи не можем на него повлиять потому что находится в shadowroot мы не можем взять и скажем так из JS пойти и вот этот элемент условно говоря удалить или туда что-нибудь записать вот именно это я имею ввиду когда говорю что он вот такой вот энкапсулированный внутри то есть мы не имеем доступа до внутренности этого элемента а снаружи у него что есть у него есть value у него есть type обычный input с какими-то обычными опишками у него есть событие change событие input событие onclick вот это все добро но внутри он может быть сложный вот на самом деле input tape date попробуйте как-нибудь в браузере у себя ввести input tape date и посмотреть на самом деле что-то внутри там прям целый date picker там можно и года выбирать и дни или например input type видео встроенный youtube в ваш браузер там внутри тоже много всего интересного а снаружи просто один тег как это выглядит с точки зрения JS вот в версии в 0 можно было вот таким образом создавать shadow root в версии 1 чуть-чуть более сложная date shadow то есть что мы делаем мы берем любой html элемент и с помощью такого метода создаем его shadow DOM то есть внутри элемента может быть обычный html и shadow html то есть они до какого-то определенного момента времени друг с другом не конфликтуют соответственно можно передать моды open или моды close моды close это типа закрытый ну в общем закрытый есть какие-то ограничения по доступу туда после того как мы его создали моды open он чуть более там больше возможностей для работы с ним соответственно вот эти все как сказать нативные браузерные контролы они вот с закрытым shadow модом созданы то есть мы туда внутрь залезть не можем вот что? чуть-чуть позже соответственно вот после этого добра у элемента появляется свойство shadow root которое равно root вот этой переменной то есть это и по сути этот root является обычным html элементом тоже то есть в том плане что у него есть все те же самые методы api то есть можно сделать root и не html root текст контент root open child вот это все добро точно так же как с обычным элементом но есть хитрости например хитрости в том как это выглядит в devtools или хитрости в том как с этим работать пример мы имеем элемент и внутри какой-то какой-то код html код просто вот такая вот добра элемент заголовок текст заголовок текст все просто берем создаем у этого элемента shadow DOM то есть вот обычный дом есть внутри и создаем shadow DOM и присваиваем в этот shadow DOM вот такой html ну просто section h1 и появляется новый тег слот новый тег которого раньше возможно не видели слот так вот в чем прикол прикол в том что вот это все содержимое этого элемента оно как бы исчезнет и попадет вот сюда вот вместо этого добра то есть мы взяли какой-то код вставили в shadow DOM а в нашем html этого кода не будет видно вообще то есть он как бы скроется но отобразится shadow DOM и выглядеть это будет примерно вот так как будто бы в реальности ну в общем выглядеть на самом деле в html вы его не увидите но вот div id элемент 1 внутрь элемента id вставился section вот заголовка h1 а вот сюда вместо слот вот это вот все добро вот эти две строчки можно посмотреть как это выглядит на примерчике ну наверное я продемонстрирую вот то есть мы можем взять из обычного html вставить что-то в shadow DOM вот таким хитрым образом через слоты и их еще называть порталами ну в общем все нормально это легко понять просто можно не сразу второй пример можно это слот дефолтный у него нет никаких наименований поэтому внутрь этого слота вот этот элемент обновим допустим сохраним на него ссылку и обновим у него что-нибудь в текст-контенте то вот внутри вот здесь он тоже обновится то есть это по сути нативный data binding который вот так вот по-хитрум работает и соответственно все события всплывают из shadow DOM наружу вот таким хитрым образом то есть там на самом деле спецификация очень огромная по сути я вам просто перечислил вот два таких интересных примера все рассказывать конечно же не буду вот соответственно да у shadow DOM есть свои стили есть новые псевдо как их назвать-то псевдо селекторы типа хост это стили того элемента в который мы вставили shadow DOM то есть мы можем изнутри shadow DOM внутри внутри этого HTML мы можем написать text style без проблем он распачивается и выполнится вот и изнутри этого shadow DOM мы можем влиять на стиль родительского компонента но только вот на стиле того компонента в который мы вставили то есть это все вот эти стили применяются только к тому элементу у которого этот shadow DOM есть то есть на все остальное приложение мы влиять не можем то есть вот такая инкапсуляция она работает ни сверху и сверху и снизу вверх изнутри shadow DOM имеем очень ограничен доступ к приложению как бы особо вникать в это не на не надо наверное просто рассказываю что такое есть если будет интересно почитайте но я думаю будет интересно вот соответственно такой псевдо все да что это всегда класс это по сути ну селектор элементов который мы вставили слот ну то есть вот можно по-хитрому стилизовать разный портал то есть вот мы взяли что-то вот сюда вставили и соответственно слот от вот здесь хедер слот от хедер применит стиле вот к этому элементу именно к нему в общем по-хитрому все папа папа давайте примерчик просто покажу примерчик он очень простой короткий буквально вообще вот пару слов вот примерно то же самое что я видел как это выглядит в коде а у нас есть так это мы закроем это мы развернем это мы сделаем поменьше examples здесь вот что это что у нас ходе у нас есть вот примерно те же самые примеры элемент 1 элемент 2 да и мы сделали то же самое вот слот вот это добро попадет вот сюда в первом ну вверху потом линия вертика горизонтальная и в то что внизу давайте посмотрим как это выглядит браузере просто ради интереса открываем это добро и видим что у элемента нету HTML по сути это я просто включил отображение shadow root а если его в настройках выключить settings боженьки господи где элемент шоу вот можно пока включить отображение shadow дома а чё это не увеличивается блин ну короче вот можно включить отображение shadow дома у встроенных разных элементов посмотреть что-то внутри с помощью такой галочки но блин что-то я не вижу ладно кажется такого теперь нету раньше по-моему было в общем можно было отключить отображение этого shadow root а и и ну и в общем было бы просто diva id html1 а внутри какие-то компоненты вот что мы видим мы видим то что на самом деле внутри вот это как бы вот это тот элемент который был до того как мы приотачили shadow дом вот они два они здесь есть они отображаются вот здесь но выглядит немножко по другому вот а здесь вот именно тот шаблон который мы присвоили то есть мы видим слот и мы видим то что внутри находятся ссылки на эти элементы то есть вот нажимаем попадаем что на самом деле здесь находится то есть вместо этих двух элементов вот здесь внутри находится вот это добро вот это все добро мы можем здесь взять допустим давайте здесь например style bbc red сделаем да явную страницу вот мы видим то что здесь не было красного а здесь было красное то есть на самом деле в html вот находится вот этот элемент вот но внутри слота как бы ссылки на вот этот момент то есть вот такая вот хитрая история соответственно мы с джесса можем с этим элементом взаимодействовать потому что находится в обычном доме все события которые там внутри всплывают они находятся но находится он якобы здесь то есть ну такая вот хитрая история соответственно то же самое и здесь только мы видим что что вот здесь внутри вот этот элемент который мы туда вставили вот слот h1 сори слот h1 вот он попал сюда в общем такая хитрая история ничего особо сложного нету просто просто интересная тема такая вот есть пока вопрос поэтому смотри что значит одни и те же это копия компонента полная копия то есть если мы изменим что-то в доме настоящем то там она тоже изменится да 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 давайте покажу то есть и не сработало он пустой интересно а если ладно если вот этого не знал что-то новенькое а если так сделать вот это прикол короче видимо нет нельзя видимо он берет но он берет первый элемент он как бы его удаляет из настоящего дома и как бы поставляет в шеду дом соответственно когда он второй раз ищет этот элемент он видимо его не находит то есть говорю спектр огромные вот такие вот нюансы я вот о том нюансе не знал например в общем видимо так сделать нельзя возможно это заставляет какое-то неудобство возможно но я не думаю вот а что можно сделать можно ну в общем ну в общем видимо нет ну то есть суть какая суть том что шеду дом вставляется какой-то конкретный элемент и поэтому вот его можно ставить только один раз вот но зато можно вставлять разные разные шаблоны в один тот же shadow root и как там менять то что внутри элемента как так ну то есть какие-то кейсы она покрывает какие-то не покрывает основное основная фишка этого добра в том чтобы делать вот эти компоненты которые ну фишка в том что вот стили которые снаружи находятся давайте продемонстрирую в чем еще интересная история а стили которые находятся снаружи они все дают не пробиваются то есть мы по сути вот эти компоненты они вот мы не можем даже внешними стилями их переопределить со звездочкой на самом деле можем там есть специальный псевдокласс но не все так просто то есть как это выглядит давайте здесь добавим bgc bgc давайте добавим текстайл здесь делаем h1 текст декорейшин че я пишу а что сделать а color green да и и явную страницу и видим то что h1 не стал зеленым то есть смотрите мы сделали h1 зеленым то есть вот скопируем ставим вот это тоже что произошло работает а если мы сделаем close и так тоже работает упс что-то пошло не так видимо я слишком давно читал эту лекцию из того момента что это поменял или что произошло может здесь а как называется свойством а я забыл машина как по-другому называется close close вроде close ну ладно хорошо все верно знаете почему потому что потому что эти элементы берутся снаружи но если сделаем вот так я сохранил ле что потому что вот так соль я а и теперь вот смотрим что произошло у нас есть h1 который все верно почему этот элемент стал зеленый потому что находится в обычном html эти стиле на него влияют но вот этот хедер он находится в шедоу доме и поэтому этот стиль на него не влияет то есть если мы посмотрим то мы увидим что здесь нет никаких стилей вот именно у этого элемента вот у этого а у этого есть h1 потому что он берется снаружи то есть вот эти вот стиль вот эти вот стиле этих элементов которые уходит внутри что дома они не перебирают не перебирают не перебиваются наружными стилями вот еще одно преимущество этого добра то есть если мы хотим сделать допустим какой-нибудь рекламный баннер да который на всех сайтах выглядит одинаково то можно его запихнуть шедоу дом и никакие стили снаружи его не перебьют вот такая тема ну прикольно мне кажется прикольно вот есть еще вопросы давайте пойдем дальше там еще не ну как бы скрытие ну скрытие html если внутри будут какие-то стили то соответственно эти стили не будут влиять на наружные ну вот такие вот именно инкапсуляция вот такая вот вот основное преимущество ну и еще еще помимо того что я перечислил на самом деле эта вещь чуть-чуть чуть-чуть помогает с производительностью вот но это уже более такой низко уровневый матан и давайте о нем вы прочитаете в спецификации или я вам чуть позже расскажу можно но зачем ну никто не мешает не они нет смотри смысле все очень плохо становится если у вас код написан дерьмо условно говоря используя стиль селекторы которые не поддерживаются файфоксе то даже если вообще дом запихнете внутри него они все равно будет не поддерживаться а фишка в том что если вы хотите чтобы этот заголовок был красный то вы пихаете в шэдоу дом пили пилите внутри там кола равно red и наружные стили не смогут этот красный переопределить вот чем фишка ну да но если вы написали кола равно 1 2 3 то это и файфоксе не сработает и фроме не сработает и везде не сработает потому что ну не поди не валидно будет вот что что но они внутри что дома тоже будут работать почему нет это браузерные стили которые работают вообще везде вот их тоже можно отключить переопределить а давайте дальше стима темплей это вторая вот спецификация которой интересная это механизм для отложенного рендера клиентского контента который не отображается во время загрузки но может быть инициализирован при помощи джава скрипт появляется второй тег интересный тег темплейт он партится браузером но отрабатывает только момент вставки соблона в дом то есть он партится но не отрабатывает как это выглядит поддержка как это выглядит мы в html пишем валидный html тег темплейт айдишник какой-то заголовочек бла-бла-бла те же самые слоты появляются вот интересная тема в общем и какой-то скрипт картинка скрипт заголовок и что мы делаем и вот еще в html в том же самом html есть вот такая штука девак с айдишником есть какой-то спан слот тайтл что-то интересное что-то дом какие-то перекликания но пока нет не суть и что мы делаем в джессе мы получаем ссылку на вот сюда мы получаем ссылку на тег с шаблоном на элемент с темплейт и у этого элемента tml есть свойство контент которое содержит вот именно вот этот html код распаршенный который внутри этого тега темплейт то есть вот здесь контент содержится вот это добро и и фишка в том то что мы можем если мы это добро инициализируем с помощью метода клон ноды или с помощью метода импорт ноды есть два разных метода можно по разному это все действовать у них есть также аргументы они еще на что-то влияют это почитайте в спеке и вставим в html то вот после этого момента вот этот скажем так код отработает и начнет отображаться то есть до того как мы не выполним этот код картинка грузится не начнется скрипт не отработает а после загрузится картинка отработает скрипт то есть по сути это вот именно вот способ писать шаблоны в настоящем html причем с помощью слотов можно ну в общем и выглядит это будет так то есть мы взяли прям вот эти теги все вот сюда и вставили прям вот append child то есть вот это вот никуда не исчезло можно вставить этот шаблон в shadow дом вот еще интересная тема и тогда уже отработают все вот эти слоты все вот эти порталы тогда вот нужное место ну вот видите вот этот элементик исчезнет но на его место вот он вставится вот сюда то есть вот он вставился сюда hello world вот давайте примерчик тоже очень простой буквально там пару слов вот отработал скрипт загрузилась картина котик что произошло открываем другой файлик смотрим что у нас коде у нас коде вот то что было на слайде файлик с шаблоном и вот это добро если мы сейчас допустим закомментируем все все закомментируем обновим страницу видим что ничего нету откроем консольку и увидим что здесь есть div source это все добро видим что здесь есть темплейт документ фрагмент какой-то не настоящий дом вот он не отработал то есть если мы посмотрим его на нетворк то мы увидим то что загрузился от темплейт с какие-то скриптики ну там презентация но больше ничего не грузилось картинка не грузилась скрипт не выполнялся соответственно если мы вставляем это добро в html то мы видим что скрипт выполнился картинка загрузилась и у нас это добро в html вставилось но в общем не совсем хорошо то есть этот элемент он в портал не попал в слот не попал вот соответственно мы можем вставить это добро в shadow дом таким образом и тогда все порталы отработают как положено и у нас вот заголовок появился вот соответственно в shadow здесь на самом деле находится такой спан но так как у нас есть shadow root то спан не показывается при которого вот этот спан вот сюда он и попал ну вот такая вот интересная вещь то есть фишка в том что мы вот этот элемент вот этот шаблон можем использовать много раз вот именно вот этот метод имп клон нода он по сути клонирует этот весь шаблон делать копию и мы ее можем если мы захотим еще раз ее отрендерить мы можем ее еще раз вставить куда-нибудь вот то есть вот такая такого типа шаблон переиспользуемый вот таким что что ну файл с шаблонизатором весит килобайты эта штука уже есть в браузерах лучше же использовать нативные технологии они быстрее работают ну что значит не нужны шаблонизаторы именно как библиотеки они решают одну задачу по сути шаблонизаторы это не вот эти вот эти шаблоны и шаблоны шаблонизаторов это немного разные вещи шаблоны шаблонизаторов это способ просто легко создавать html если у вас его нету на странице если у вас его нет то есть здесь есть какой-то тег боди в котором какие-то теги находятся а в ваших испачках вот они выглядят вот так вот у вас пустой боди и где-то там внизу скрипт отключается и html создается именно gsm вот то есть html можно создавать gsm можно создавать вот так вот уже чтобы он был в html вот это просто две разных ну как две разных два разных способа писать код и обоих есть и плюсы и минусы я вам рассказывал просто чтобы примерно представляю том что есть такая интересная технология потому что она прикольная и плюс-минус где-то уже поддерживается и работает и используется вот то есть эта штука не заменяет шаблонизаторы возможно возможно но она она не только они вот такой вот сложный я фраз сказал в общем вот мы вставили в вы вышли до дома и все работает есть какие-то вопросы по этому вроде бы просто ну то есть я вам не рассказываю это как бы не будет на арка спрашиваться как работает html просто чтобы примерно представляли что вообще еще есть в html интересного пупа 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 двигаемся дальше да 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 custom elements API тоже версия v1 потому что была версия v0 сейчас версия v1 актуальная ну та же самая история как shadow дом позволяет создавать аппарат API собственных html элементов хотите писать не хотите писать div и span пишите котик котик 1 котик 2 да да можно так и это будет работать с помощью вот этой вещи поддержка чуть-чуть похуже чем у всех прошлых вещей но есть версия v0 кроме того эта ситуация на полгода назад сейчас уже вышел 62 chrome и в целом и firefox возможно что-нибудь появится в фоксе кстати поддерживаться v0 то есть firefox поддерживаться v0 вроде как а хром поддерживает v1 они хром ну и вообще браузеры на вебките вроде как они типа долго-долго тупили с этой истории и не стали реализовывать а потом когда вышла первая версия спеки они сказали давайте я мы реализуем сразу первую вот поэтому в хроме первая версия работает firefox работает нулевая вроде как возможно я чуть-чуть обманул я не помню сорян а суть как это выглядит есть window.custom elements глобальный хост объект и у нее есть метод define передаем тегнейм конструктор и options позволяет определять теги с вашими именами и с вашим поведением каким образом допустим создали какой-то класс конструктор это класс например просто заэкстендили его от обычного штема элемента ну чтобы не париться вот и сделали такую вещь window.custom elements define my element my element my html вот профит в html можно писать так и это будет работать это будет валидный html код валидный html тег у него будут все события которые есть у html тегов в него можно вы не рождите в html что-нибудь записать вот но название вот ваше то есть не хотите писать divspan можете писать myscores фигурная скобочка скорость view фигурная скобочка чувствуете да то есть можно компоненты определять не с помощью чего-нибудь типа виртуального дома а вот таким хитрым образом потому что у вас есть полный контроль над происходящим внутри my html элемент может быть все что угодно важный момент в том что название вот этого тега должно быть обязательно с defis то есть если мы хотим создать элемент super то это будет невалидное название почему так сделано? чтобы не путать кастомные теги с браузерными тегами то есть если разработчики браузера захотят в следующей версии html добавить какой-то тег то чтобы гарантированно ничего не сломать вот теги браузера добавляются без defis не имеют именно без defis а ваша кастомность с defis и таким образом они вот так вот различаются соответственно можно создавать какие-то элементы но они будут html unknown элемент вот а xsuper это html просто элемент то есть вот с таким названием причем фишка в том то что этот код будет работать в плюс-минус современных браузерах даже если вот этого не будет он будет работать как обычный div ну потому что любые неизвестные теги браузер интерпретируют как обычный тег вот ну по умолчанию соответственно если даже у вас сломается какой-нибудь gs на странице то это все равно не разрушит ваше приложение просто вот это добро не будет работать как нужно но все остальное как бы будет работать ну это такое graceful degradation плюс-минус в общем у соответственно у таких элементов можно их стилизовать то есть пишем xsuper соответственно какие-то стили сдаем а также до того как этот элемент определить с помощью gs на него навешиваем serve the class define на него не навешиваем serve the class define соответственно после того как мы определяем этот кастомный элемент из gs у него появляется serve the class define соответственно можно пока элемент не за define его скрывать на странице допустим это какой-то ваш элемент с не знаю с чем-нибудь Вот, пока мы его SGS не инициализировали, он как бы скрыт на странице. После инициализации он появляется. Вот такая вот интересная тема. Соответственно, еще фишка в том, что можно extendить нативные теги. То есть, например, можно extendить тег image. Допустим, добавить картинку, допустим, добавить какой-то тег bigger image, который будет любую картинку отображать в 10 раз больше, чем она на самом деле. Ну, например, что мы делаем? Мы берем, defining тег с названием bigger image. В качестве второго аргумента, в качестве конструктора, передаем, наследуемся, анонимное наследование класса в JS. Ух, как я люблю это добро. Почти Java. Наследуемся от обычного элемента image, да, и в конструкторе передаются, ну, вот два этих, вот, да. В конструкторе передаем два этих, два аргумента, вид и хей. По умолчанию такие можно задать свои собственные. Соответственно, вызываем конструктор родительского класса, потому что это наследование. Вот, и в таких случаях, если мы наследуемся от существующих тегов, надо еще вот третьим аргументом передать и такое добро. Соответственно, в HTML мы пишем вот такое добро. Image is bigger image, то есть, на самом деле, если мы наследуем кастомные элементы от нативных элементов, то надо писать таким образом, то есть не bigger diffuse image в квадратных скобках, а image is bigger image. Ну, чуть-чуть, маленький нюанс. Вот, два атрибута вид и хейт. В-в-в-в-в-в. Вот, и это будет работать. Можно в HTML. Это будет работать в HTML вот таким образом. То есть мы знали вид 15, хейт 20, но, на самом деле, создается картинка, которая выглядит в 10 раз больше, 150 и 100. Можно создавать их также с помощью JS, то есть мы bigger image, custom elements get. Любые кастомные элементы, они, как бы, находятся в глобальном рейсте, custom elements, и их можно получить с помощью такого образа. Таким способом. Создаем instance экземпляра с такими аргументами. Можем проверить, что вид и хейт у них вот такие в 10 раз больше. Еще фишка в том, что кастомные элементы define-ятся асинхронно. То есть, custom elements when defined, это вернет promise, который заживется, когда такой элемент будет, ну, доступен. Вот, соответственно, можно будет нажать в console.log bigger image is ready. И дальше с этим имиджем работать, там, вставлять на страницу, что-то с ним делать. Ну, это просто нюансы. Вот, как можно создавать свои собственные элементы со своей логикой, просто, которые наследуются от HTML элемента. У него есть конструктор, есть какие-то callback типа connect, disconnected, adopted, что они значат, не помню. Ну, типа, вставлено в дом, вытащено из дома. Ну, такие просто callback, которые позволяют управлять жизненным циклом этого компонента. А если у вашего элемента есть атрибуты, то они будут работать, как геттеры и сеттеры. То есть, атрибут disabled. Вот, геттер, сеттер. Написали в HTML, что-то там равно, что-то там. На самом деле, вызывается такой геттер. Ну, сеттер. Вот, можно... Есть callback, attribute changed callback, например, вызывается, когда атрибуты меняются. То есть, вы меняете что-то в HTML, а у вас вызывается такой метод. По сути, это какой-то такой хитрый подписка на изменение события. Вот, какие-то геттеры можно что-то там... В общем, по сути, так как это обычный класс, то у него, кроме того, что есть, можно написать свои методы. Любые, какие хотите. То есть, всю вашу любую логику можно запихивать в эти методы. И вот это каким-то образом используется. У меня примерщика, по-моему, на эту тему нету, но он будет потом, чуть позже. Вот. То есть, с помощью этой api, с помощью этой spc можно определять свои собственные теги со своим поведением. То есть, соответственно, если мы возьмем в этом теге в конструкторе, в this создадим Shadow DOM, а в Shadow DOM что-нибудь зарендерим, то, по сути, у нас снаружи будет какой-то тег с нашим названием, атрибут Shadow DOM. А так как это все классы, у него есть какие-то элементы, то атрибуты будут прокидываться вниз. Можно пилить свою интересную логику. Чувствуете уже, как намного интереснее становится это все добро вместе. Вот. И самая последняя вещь. Есть вопрос по этому добру? Но продемонстрирую чуть-чуть позже. Вот буквально через 5 минуточек. Вот. И последняя вещь очень простая — это HTML-импорты. Это не импорты, которые есть в ECMAScript-е. Это именно HTML-импорты позволяют импортировать фрагменты разметки из других файлов без использования AJAX и похожих способов. То есть, это именно браузерный способ импортировать что-то в документ. Мы можем импортировать стили, написав в CSS-файле импорт что-нибудь. А теперь мы можем импортировать еще и HTML. Поддержка. Как это выглядит? У нас есть какой-то файл .html. Просто валидный HTML-файл. Не обязательно, не должно быть body, не обязательно, чтобы был body какой-то. Просто какая-то HTML-разметка, скрипты, стили, все что угодно. Вот. Соответственно, мы можем что-то показывать. Мы можем отрабатывать какой-то скрипт, например, что-то там в Windows-модуле. Вот. И есть индекс HTML, в котором есть вот такой тег real-import, href равно import.html. И что произойдет? Когда браузер загрузит эту страницу в индекс HTML, он увидит этот тег, линк, сделает запрос за вот этим файлом, выполнит его. Соответственно, весь код, который здесь был, выполнится. Причем в том же самом контексте. То есть вот этот модуль, после того, как это все добро отработать, будет доступно внутри JS-кода. И мы можем получить доступ к тому, что внутри есть. Как мы это делаем? Мы берем, получаем ссылку на этот тег. И у этого тега есть свойство import, которое ссылается на дом, который вот здесь вот описан. То есть мы можем по этому импорту поселектировать, по лодеру, например, вот этому добру, получить ссылку и вставить ее в наш дом. То есть, по сути, это способ взять и загрузить какой-то кусочек разметки вот таким образом без Аякса. Это все сделает за вас браузер. Причем внутри этого добра могут быть свои теги линк. То есть импортируемые шаблоны могут импортировать еще свои подшаблоны. Это все вот так древо видно работает. Причем, если у вас есть два шаблона, которые вы импортируете, а они импортируют один общий какой-то шаблон, то вот этот вот общий, он загрузится всего один раз, отработает один раз. То есть не будет лишних запросов. И вот это все, по сути, это браузерный нативный способ делить ваш код на модули, и чтобы они сами загружались. То есть можно делать, ну, можно как? Можно в JS мы тоже пишем импорт что-то там, и эти файлы импортируются автоматически. Но это файлы именно только с JS. То есть вот мы получили доступ до того, что внутри, можем что-то с этим сделать, можем работать с кодом, который был здесь объявлен. То есть мы внутри импорта создали класс модуля, а снаружи мы с ним работаем. Еще чуть-чуть осталось. Вот, соответственно, внутри таких элементов можно делать стили, которые будут scoped. То есть стили, которые влияют только на то, что внутри находятся. Соответственно, эти стили, они никак на наружнее приложение вообще не действуют. Вообще никаким образом. Вот. Пример. А, пример, да. Соответственно, что такое веб-компоненты? Веб-компоненты — это способ, который позволяет использовать все эти четыре технологии, делать компоненты, которые работают нативно. То есть что такое компонент? Он находится в отдельном файле, который импортируется с помощью HTML-импорта. Шаблон этого компонента находится в теге template. Вставляется он на страницу в Shadow DOM, соответственно, он инкапсулирован от остального приложения. И так как это кастомный элемент, у него может быть кастомная логика. И по сути мы что делаем? Мы добавляем в хед один файлик, одну строчку с линком. И в HTML-файл, именно в файл нашего приложения пишем открывающая фигурная скобочка, my custom element через дефис, закрывающая фигурная скобочка, ну не фигурная, угловая. И после того, как наш шаблон загрузится, внутри этого, в Shadow DOM нашего кастомного тега трендерится наш компонент. Без библиотек. Мне кажется, это охеренно. Пример. Примерчик очень простой. Да? Нативные. Ну смотри, когда ты грузишь JS, его тоже надо загрузить. Ну в общем, я не знаю, я сам не мерил, но так как это нативная история, то рано или поздно она будет работать быстрее, чем JS. На самом деле очень интересная такая концептуальная мысль. Как бы вопрос задается, ну даже такие, ну скажем так, взрослые разработчики задаются вопросом, ну там коллеги, как писать быстрее приложение, а что делать, чтобы оно работало быстро. Так вот фишка в том, что на самом деле ничего делать не надо. Нужно только писать так, как написано в спецификациях. Во всех спецификациях HTML, CSS и прочих-прочих-прочих есть очень много примеров того, как это делать. Ну именно примеры кода. И фишка в том, что браузеры, когда разрабатывают сами себя, они ориентируются на спецификации. Если какие-то вещи, которые описаны в спеке, работают сейчас медленно, то они будут их оптимизировать. И если вы сейчас напишите так, как в спеке написано, то рано или поздно, рано или поздно это будет работать быстро. Вот. А те вещи, которые вы сами придумали, какой-то там JS, Virtual DOM, какие-то там хитрые интересные вещи, штабонизаторы, всякие прочие панги, они в браузере ничего не знают. Ну, конечно, браузеры оптимизируются, и браузеры, ну, сами себя под популярной библиотеки, потому что этого требует рынок. Но ориентируются они при этом именно на спецификации. И поэтому, если вы будете сейчас писать приложение так, как описано в спецификациях, с использованием этих вещей, то рано или поздно они начнут работать быстро. Вот. И вот это такая, скажем так, концептуальная вещь, которую вот я, например, понял, ну, не понял, а так, пришел к ней, например, достаточно недавно, вот буквально в прошлом месяце. Ну, там, почитал пару статей английских, вот интересная такая мысль, решил поделиться с вами. То есть, так как это нативная технология, то рано или поздно она будет работать быстрее, чем все что угодно. Ну, это другой вопрос. Ясен пень, что библиотеки, они немножко по-другому работают. Они предоставляют другой функционал. Кроме того, эти вещи — это новые вещи. Многие из них, они еще не стандартизированы. Сейчас буквально еще пять минут, я покажу примерчик, и мы закончим. А библиотеки, они там кроссплатформенные, кроссбраузерные, они работают быстрее. Поэтому сейчас для разработки приложений, для рынка широкого, все-таки без библиотек не обойтись, без реакторов, без бэкбонов, без прочего-прочего, без ангуляров. Но как разработчикам можно попробовать петь, project и пилить с помощью этой штуки. Потому что это, во-первых, интересно, во-вторых, рано или поздно это будет везде, это будет актуально. Кроме того, бежим чуть-чуть вперед, есть такая библиотека, называется Polymer. Polymer, не знаю точно, но, по-моему, это даже фреймворк, который основан именно на веб-технологиях, ну, на веб-компонентах. То есть внутреннего используются веб-компоненты так, как они есть. Потому что на самом деле у компонентов, у веб-компонентов поддержка сейчас очень хорошая. Если посмотреть, то почти все спецификации, они там почти 70-80% поддерживают. Ну, а там, где нет, то можно написать Polyfill. Соответственно, и эта библиотека, фреймворк, Polymer, он основан именно на использовании веб-компонентов. И, по сути, в самых современных браузерах это выглядит, как чистое HTML без какого-либо довеска JS. Ну, как бы в первом приближении. То есть этим уже пользуются, это уже в продакшене есть. Есть крупные сайты, которые это используют. Очень советую вам всем зайти на эту страничку, посмотреть примеры API-шек, например, ну, примеры кода. Потому что это просто интересно. Ну, если вам это интересно, соответственно. Вот, то есть на самом деле эта вещь уже используется в продакшене. Вот. И через несколько лет она будет более популярна. Возможно. Вам ее взять нельзя, но вы можете написать свое. Она очень простая. Ну, реально. Ну, вот я сейчас покажу, как написать свой компонент. Примерчик. Что я напилил? Я напилил такой вот прогресс-бар, условно говоря, лодер. Мы пишем сюда 12. Вот у нас 12. Красивенько, да? Вообще прям. Допустим, пишем 100. Хоп, все зелененькое стало. А пишем 99. Это вот. 110 не сработает. Вот. Ну, будет 100. Ну, как это выглядит. Вот такой вот интересный компонентик. Откроем HTML. И что мы увидим? Мы увидим фанти прогресс. Просто как бы... А у него ничего нет внутри. Ну, Shadow DOM и какие-то скрипты. Shadow root. Вот. То есть, это все находится в Shadow root. А снаружи в HTML коде. Па-па-па-па-ра-па. В HTML коде, в HTML разметке. Это выглядит таким образом. Круто же? Круто. Ну, вся магия, разумеется. Ну, и что здесь? Здесь мы просто берем input, навешиваем onChange и делаем вот такое добро. Можно сделать... Как там input? То, что мне показывал. Это мы закроем. Это мы закроем. И оно будет изменяться. Ну, типа, по каждому нажатию кнопки. Ну, это просто так. Пример. Короче, это просто чуть-чуть кода. Вот. А все ваше приложение, вот оно. Просто один тег. И у него есть какой-то атрибут. Ну, и какие-то стили, ну, просто для самого приложения. Как же это выглядит на самом деле? Вот. И внутри, вот мы через real import, через HTML import подгружаем вот этот файлик. А что внутри находится? Внутри находится код нашего компонента, который инкапсулирован внутри. Какие-то стили. Template. Смотрите, template, HTML template. Внутри какие-то стили, да. А внутри SVG-шка. Ну, для того, чтобы вот картиночку будет наставить, SVG-шку решил использовать. Не на конвасе, а рисовать. Вот. Соответственно, вот. И тег-скрипт. Соответственно, в теге скрипт, что мы делаем? Какую-то. Объявляем какие-то переменные, что-то там делаем. Получаем шаблон. Ну, вот этот тег с шаблоном. Папара-папа. Кстати, вот через document, current script, owner document, можно обратиться к документу той страницы, которая этот скрипт загрузила. Ну, то есть вот так по-хитрому. Ну, это просто такой мини-метод. И что мы делаем? Ну, в Windows Fancy Progress делаем класс Fancy Progress. Просто класс экстендинг. Какой-то класс. У него есть какой-то конструктор. У него есть какие-то атрибуты. Например, update. Что он делает? Он обновляет. Ну, там в SVG что-то там в атрибуты пишет. Ну, не суть. Как будто бы data bidding такой интересный. Вот есть какие-то callback'и. Их можно удалить. Attribute change callback вызывается, когда у нас изменяются атрибуты. Ну, в общем, просто класс, который описывает какую-то логику компонента. А что мы делаем? Это мы уберем. Вот. Мы define my fancy progress, придем туда просто вот этот конструктор. И все, оно работает. То есть в нашем HTML есть max value, максимальное значение. Если мы погуглим, например, то видим то, что max value. Вот оно используется. То есть, когда мы получаем проценты, мы используем this max value. Это ссылка на значение этого атрибута. Есть текущие value. Вот. Такие вот дела. И мы просто его define. А здесь, когда он отрендрится, он показывается и работает вот таким образом. Мне кажется, это прикольно. Ссылки. За всем спасибо. Если есть вопросы, я всегда готов на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!